Твоя река Жизни Haleliuja Rika žizni Gyvybės ūpė Jis pasakė, kas patikės manimi Kai parašyti raštą Raštę Gyvą vedęs ūpės Patekės Iš to vidaus ūpės teka O O O O O O O O Haleliuja 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 I Этот источник никогда не остановится, он никогда не перестанет, поток жизни никогда не остановится, он никогда не перестанет, вдыхай его славу, вдыхай его жизнь, вдыхай его победу, вдыхай его свободу, пусть река течет, пусть река течет, пусть река течет. Сотарамолоракиндаларамасе Калингаупе Калингаупе Паматикупе Паматиктаупе Паматикупе 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 Аш я сижу, аллилуйя, нурин, жинок, аш я сижу. Tu galinga upe, tu galinga upe, srovė vis tekantį, Tu esi vers mėgaus inga mane nuplaunantį. Tu galinga upe, srovė vis tekantį, Tu esi vers mėgaus inga mane nuplaunantį. Tu galinga upe, srovė vis tekantį, Tu esi vers mėgaus inga mane nuplaunantį. Tu galinga upe, srovė vis tekantį, Tu esi vers mėgaus inga mane nuplaunantį. Tu galinga upe, srovė vis tekantį, Tu esi vers mėgaus inga mane nuplaunantį. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Любовь, наполнение, любовь Тово малонне, ты билда мне И сальди, как медуз Как медуз, сальди, как медуз Сладко, как медуз На устах моих Сальди, как медуз На устах моих На языке моем Сальди, как медуз На устах моих 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 устроил так все прекрасно устроил ты накрываешь просто такой чудесный стол делаешь такой праздник когда дети твои собрались как-то сыновья и дочери собрались чтобы праздновать твою победу сиренко чтобы праздновать праздник жизни аллилуйя 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 жис ностабус и ты ностабус и ты ностабус как пленас его шловия и все мы с вами ностабус и Девушка джаугаси радость Бога в этом месте и жис ностабус и жис ностабус и жис ностабус и жис ностабус аллилуйя а ты посередине и жис ностабус аллилуйя о, как хорошо аллилуйя и жис ностабус 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 твоя над всем и благости твои нет конца и каждый на земле склониться пред именем твоим и жис ностабус 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 тавоiveness и жис ностаб Вас и жис ностаба на Gregiss Болгой сыновья Бога и детья Бога, открываются Болгой тесно. Болгой тесно утро, Голгая тесно 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 тесно, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Самый дорогой отца это сын Субтитры создавал DimaTorzok 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 Твоя слава проявляется Твоя сила проявляется Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дыхание сделай так. А теперь сделай два раза. Дву картус ищет. А теперь три. Молодцы. А теперь измени свой тембр. Например, вот так. Покейс тембр. Покейс тембр, саплодинки. Вот это проповедник приехал, да? Помогсникас отражал. Вы из большинства меня знаете. Со мной по другому не бывают. Смех это сила, амэн. Жокас и рога. Господь что? Пасмейотся. Пасмейотся. Это переломный момент всей твоей жизни. Халилюйя. Вы помните, как второе псалом. Он там делится на две части. На два смеха, два смеха и после смеха. И рапсалмия, два дали, и после смеха. Поэтому мы все время вникаем в то, что происходит во время смеха. И мы гильнем, что происходит в смехе. И они такие думают, ну лучше их не трогать вообще. Вот этих литовцев. Ты Литови. Этих при Балту. При Балту не лест. Поэтому при Балтам нужно больше смеяться. При Балту. При Балтам нужно много смеха, чтобы обидеться. Я вот сегодня, когда у вас тут ночевал, короче, и какой-то вот дождь до сих пор идёт, да? И он весь всю ночь вот это слышно было. И я подумал, ладно, ночью я не буду спать, но зато утро я насмеюсь с этими литовцами. Нактой не мегаусю, но ритя йогсю я с этого мжи. Поэтому сделай со мной так. Хо! Подарик, так си маним. Хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот нормально тут заходит, да? Ты даже не представляешь, что происходит. Не, 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 не понимаю, что происходит. Я знаю, я не буду спешить тебе проповедовать, но скажу одну вещь. Нескобие я вам покажу, но я расскажу. Что при столе это место, откуда исходит свет и звук? Соса это место, из-куда и на галне и швеса. Света это твои глаза. Швеса это твоя заказа. Звук это твой голос. И голоса это твоя голоса. Вот из этого кофчега все исходит. И поэтому, когда раздается эта вибрация из твоего духа, ты даже не представляешь, что происходит с твоей жизнью. Если это было восстание на твою жизнь, то после смеха, все приходят в смятение, все твои враги, все приходят в смехе, только после смеха, вдруг они начинают слышать от отца, что ты о тебе. Он говорит, что я его поставил, и он говорит, что я его поставил, и он говорит, что я его поставил, и он говорит, что я его поставил, пока он не раздается, когда он не исполнился. Поэтому сегодня самое лучшее, что ты можешь делать весь день, чтобы увидеть в понедельник что-то, когда ты пойдешь в свою обычную жизнь, что она стала необычной, что Дух Святой уже поговорил с кем-то, что он уже говорил с кем-то, по монетизированной причине, здесь ты смеялся, ты здесь не смеялся, поэтому давай еще раз, тогда еще раз, а теперь он мини-темброй посмеет сюда, если тебе нужно тренировать это, если нужно тренировать, то есть несколько таких трели, у нас это называется смеха пулемет, так как кулкос ваиджио шувейтас жокас, расстрел врагов смехом, и шаудик пречу жоку, Библия говорит, выставит на посмешище, когда мы находимся в семье, мы смеемся и радуемся, когда мы шеимой, мы сжигаем, но враги, которые вне, они приходят к сметению, но пречу, которые вне, они посмеют, они думают, что они так хорошо там, значит, что они не получили, значит, что у нас ничего не получилось, и за с помощью уже мы благо, мы сжигаем, и не было ничего не получилось, и Библия говорит им это время, если вам так плохо, когда мы смеемся, если вам действительно очень хорошо, когда мы смеемся, в принципе, что вы сжигаем. И вы можете представить, что будет, если вы со мной облажен? Скажи, холлиюги! Скажи, холлиюги! Ответ, муж мне мил! Он благоволит ко мне! Он плакает мне! Он притрачал меня! Он пидже мил мне! всем врагам! Я у него один любимый человек. Как это эгоистично. Не будешь думать так, не будешь чувствовать себя за шещёнами. Не будь религиозным. Не будь религиозным. Аллилуйя. Давай отславим тебя. Пошло венк теву. Давай сейчас побудим некоторое время в его благословение. И в какую время побудим его малоней. Осознан. Ну, а чуть-чуть поиграть. Это не закончится никогда. Скажи это просто изнутри благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас не думай ни про болезни, ни про что другое. Просто фон не какой-то сделает. Аллилуйя. Сейчас дай явлению духа. Добавь леиск твасиос посиришкимой. Теч в тебе. Теки от тебя. Все, что самое главное. Все, что может с тобой лучше происходить. Это явление духа. Что-то, 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 что-то. Я хочу, чтобы... Вау, так патчаили ли руки резко. Я хочу... Я хочу, чтобы ты сейчас ощущал помазание прямо в теле. Я хочу, чтобы ты сейчас ощущал помазание прямо в теле. Не только на уровне эмоций, не только на уровне мыслей, но в теле. Не только эмоции и эмоции, но и эмоции, но и эмоции. Праздерта сейчас каждому, когда плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня просто направлено ко мне. Праздерта сейчас каждому, когда плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня. Праздерта сейчас каждому, когда плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня. Это как помазание, как помазание течет в теле. Праздерта сейчас каждому, когда плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня. Праздерта сейчас каждому, плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня, плакет у меня. Праздерта сейчас… Патопит… Аллилуйя. Аллилуйя. Дайте руку. Отец, я благодарю Тебе. Тебе, ащи декуя Тау. Что твоя стиля, сейчас сила, она растикается в теле. Кад Твои гиданты, ягодека пер кунам. Растикается в теле сейчас. Исискирс то по кунам. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебе. Тебе, декуя Тау. Благодарю Тебе. Тебе не нужно помогать своя сила, непристаючая сила жизненная на тече. И гибелья сега тека несустоямой. Просто открывайши свою истистоту физическую. Саву, отверг своя физиня сибе. Для течения этой непристаючей силой жизненной. Теканчей егой, которые никогда не сустоят. Аллилуйя. Исшо, 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 отец. Дар и дар. Сила двигаться через Тебе. Исшо несколько мгновений, ты сможешь проверять, если у тебя болит что-то. Дар кашкей, как и мирк, и галеси тикринь, если что-то отривожило Тебе. Була какая-то неподвижность. Или боли, или давление. Ар скаусмас, ар спаудимас varginо Тебе. Исшо несколько мгновений, ты сможешь проверять, что этого больше нет. Галеси, исшо, 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 исшо. Исшо, 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 исшо. Тебе, аш ишлайсни таву негендамуму дабар. Силу нитленив тело. И кунно негендамумо ёгар. Памазанес сейчас. Патепимас дабар. Разрушает всякое ярмо. Гряуна, бет кокий, иунга. Жизнь цищё чилист тело. Гивибе тека пер кунно. Жизнь цищёшает тело. Ир гивибе пвало кунно. Боли уходзит. Скаусмас паситраукя. Падвижнесс восстанавливается. Ир ацистатого кунно. Функциј вастанавливается. П Satвистас ёблагадарь ju тебе, что это происходит прямо сейчас. Тебе, дякуюсь, что это происходит прямо сейчас. Кисты опухоль иavian. Ир 올�ленивашolut myśло. Йесос варду. Я благадарь, что ты производишь это. Тебе, аш дякуюсь, что ты этого делаешь. Вижу сейчас внутрь головы, как с мозгом что это происходит. Мат mosquitoes мегения Harm épедански. Внутри через рипную давление восстанавливается. Зрение улучшается во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебе, что это происходит прямо сейчас. И ангелы сейчас приступают служить телу, слушая голоса Сына Божьего, слушаясь голосом Сына Божьего. Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Тебе декуете. Вау, такой елей просто на языке сейчас. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, благодарю, благодарю. Декуя, декуя. Может положить руху туда, где у тебя была проблема. Гали ранку ущисти на то сквуно вето, где у вас проблема. Может чувствовать, как через твою руху, течет по мазанью. Гали яус, как по ранку тека патепимас. Без всяких проблем. Без проблем. На прижене. Без итампус. Отец, я благодарю тебя высвобождает твою патепиму. Ишлайсну Тебе таву патепиму. Патепиму. Патепима. Освобождающая от ярма. Курис слаужа jungа. Тело восстанавливается в патоке жизни. Ир кунас отстатомас гибибе супея. Отец, я благодарю тебе. Тебе, декуя Тау. О, сейчас можешь чувствовать, как течет силу Божию через тебя. Гали яус, как Дево ёга тека патепер таве. Возможно, тя патрясуя. Как дрябулись. Или наливается тело тежастию. Ир кунас припилдома сунгуму. Можешь патихонищко начас проверять свою телу. Лаикас, кей ты гали рамяй праде. И обнаружит легко своё чудо. Ир ленгвай отряс своё стебукло. Девушла болва становилась падвижнасть. Кур поситраукя скаусмас и отсирадо куно пасланкумас. Пришло облегчение. Атіё ленгвумас. Ленгвай. 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 Давай, сейчас поднимусь руки. Пакелким рамкас. Имею сейчас течение благодарности своё сердце. Игорь, начинай благодарить. Игорь, это делай не словами. Идёระ, кири. Игорь, дядя кашу, Тебе. Пап above. Если ты почувствовал, что что-то изменилось, то начинай славить, очень просто говори, слава, слава, слава. Аллилуйя, отец, благодарю тебе. Благодарю тебе. Благодарю тебе. Я сейчас слышу, как шум вот многих, он просто наполняет эту месту. Пускай радуйся твои Кости сейчас. Радуйся. Кости имеют свойство радоваться. Кости начинают радоваться, просто это елейс ходит на Кости сейчас. Елейс, нуженген каулу. Елейс ходит на Кости сейчас. Елейс, нуженген каулу, я прямо увидел, как будто выбили такую пробку, елей, патек в Кости сейчас. Памачу, как шкамшти, шовы, и елейс, прадед теки каулу. Исцеляется по звонки. Иргия стубурас. Уходят грыжи. Соли. Камния изпочек. Акменяй изпочек. Все лишнее уходят из тела сейчас. Кас светиме тракет из куно, дабар шейна. Многие перестают болеть. Кояс нустоя скауде. Можешь проверять это сейчас, по шагай, понагибайся. Гали ланкстит, просто возьми обнарушу это чудо в своей жизни. Аптик тесте бухлос. Тестуя помазаня. Халилюя. Патепимо веикима. Боли ушла. Халилюя. Скаузмас поситраукя. Атесму благодаримте, что радуется Кости. Халилюя. Дериме, не којме, тат джаугаси каулей. Радуется вся внутринность взыграла. Халилюя. Ир видус апсиджаугя. Отпамазаня твою. Ню тава патепимо. Атсилы твоей. Дел тава ёгас апсиджаугя. От твоего торжества. Халилюя. Дел тава ёгас апсиджаугя. Халилюя. Халилюя. Вот вы таки купалес, наверное, да? Маудетес. Давай осу славу дадиме. Пашловинг Тєвам. Апнеми кого-то рядом своими радостными гостями. Сва джаугсмингай скаулей сапкабе. О, отє, слава тебе. Все начали обниматься радостными костями. И мы, без реакола, не крепим демеси то, что мы обнимаемся. Каулы имеют свойство радоваться. Внутренне имеют свойство взыграть. И я заметил, что верующие люди стали такими духовными. Что у них не осталось ничего целесного. И я заметил, что не до умения о многих налицах, когда я езжеву по всем городам и рассказываю. И я говорю, давай почувствуем по мазанину, когда они стоят в теле, а не только в душе. В общем, Дух Святой. Скажи, Дух Святой. Скажи, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Внутренне. Дух Святой. Дух Святой. Святой. Дух Святой. Дух Святой. И еще один крюжок. Только мышень получалось. Игорь, вот в сердце, вот это твой дух. Вот это он оброшает, значит, душой. А тело это вообще внешний двор. О кемас это ищечный. Клубнас ищечный кемас. Как при такой схеме духу святому вообще до тела добраться это? При такой схеме, как сегодня, двасе. Потому что с душой всегда проблемы. Нес села туры проблемой всегда. То на что она унывает, то плачет, то еще что не. И вот это давидские там баролсы, что ты унываешь, там стовай, не плачет. И вдруг люди стали игнорировать даже факт, что Дух святой он для тела. И жмонес нужно игнорировать, что Дух святой он для тела. Там не написано, что Дух святой он поселился в твоем духе. А вот написано, что соединяющийся с Господом один дух с ним. Но, конечно, но Дух святой, это существо святой, который живет в теле, который живет в теле, а ты, как Дух, как Дух. Одно с отцом. Скажи, я и отец, одно. Поэтому, когда речь идет о соединении в Духе с Господом, речь идет о том, что ты и отец, одно. Это уже интересно. То есть, вот в этой самой сердце, в самом первом крюжочке, если так можно сказать, это ты соединенный с отцом. Это ты соединенный с отцом. А Иисус тогда? О, ты, куда Иисус тогда? Ну, написано, что пришел сын и дал свет, и что? Он пришел сын и дал свет, и что? Именно потому он называется сознанием, словом. Он называет сознанием, словом. Поэтому все, что происходит в этой золотой штуке, не в дурной голове, а в этой золотой прекрасной штуке, называемой множеством прекрасных слов, и ковчег, и престол, как еще? Мы сегодня поговорим еще об этом. Как? Арбуз. Арбуз. Арбузом эту штуку можно называть только в узком семейном кругу, друзья. Это только в шеиму, сребу, сребу, сребу. Каковым мы являемся. Поэтому пойдет. Тинка. А почему арбуз? Кога арбуза? Потому что трищи? Несбрашка. Ты же сам говорил арбуз. Лишь бы не дыня. Свербой, не молиугас. Что, дыня это выценутая такая штука. Это обычный признак религии. Это религиоз жангл. Когда ты говоришь, что я отец отдаю, они сразу дыня. Какие, что ты сребу, 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 сребу. Они такие сребу, сребу, сребу. Вы боги? И я говорю, что вы дыня? А у нас арбуз. Боги! Арбуза сребу, сребу. И много, много других сребритных образов. Почему арбуз? Просто однажды, когда я смешил вот так, как и вас сейчас, большое количество людей в зале. Когда я в зале ищуокину жмонес. Я вижу, что несмотря на то, что многое в них еще не вкладывается, они напрягаются. Матча, когда они не могли приимти информацию, они так широко улыбали, что это было похоже на треснушую арбуз. Они были зелеными от напряжения. Но вот эта скибочка от уха до уха красная. Я так и думаю, какие арбузики вообще? Я же говорю, какие арбузели такие. Потрясающе. Как? Арбузели. Арбузели? Небесная цивилизация. Новая фишка. Арбузели. Арбузели. Между прочим, ваше слово «патяпимас». Если жодис «патяпимас». Оно уже крылатое. Испарнота жодис. Все народы и племена теперь говорят это слово. Веса стаутася в жина-то жоди. Во всех странах. Веса вся шалися. Я иногда с братьями общаюсь, они на прощание такие. Патяпимас. Я кардезман посаку. Помазание. Патяпимас. Это же круто, правда? Но с тобой. Я думаю, на всех языках это слово такое прекрасное. Когда мы проводим эфир с чехами, там есть такой голос «патяпимас». Когда мы переводим с литовцами, есть такое «патяпимас». «Патяпимас». Веса еще пару слов. Дар ира пара жоди. Как там? «Мэлони?» «Мэлони?» «Мэлони». 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 Мы в репортус здесь сидели и слышим там громкой говорителю «Мэлони». И мы таки ломали голову, что он там говорит про благодать. И мы думали, что он говорит про понимание, что он говорит про понимание. И там было декомство. Это было единственное, что он там нормально говорил. Это было жоди, который венителис нормалус. А потом погнал там про свои прививки и прочее. А почему сразу притихли? «Ишкарт притилот». «Наш человек». «Все, что мы тебя забираем?» «Мэлони». «Всех, кто поржает, поехали с нами». «Виси, кто поржает, поедет с нами». «А здесь тогда кто ржает будет?» «Кас здесь поржает?» «Нет, все, оставлю». «На рассаду». «И вот, скажи, Дух Святой». «Святой Двасе». «Так, он уже начал в теле проявляться?» «И святой Дух для тела». «Святой Двасе куной». «Итак, единение...» «Систра, прекрасно». «Ваигся». «Ваигся». «Та же имеющему приложится». «Кастуре там пусть предерта». Ой, как это здорово. У прибалтов немножко смех похож как у чайки, знаете? По Балтийчу, йогас паношись, как я дыро. Ну, Балтийская моря, все дела я понимаю. Балтия сиураде, паукщей. Долгие годы созерцания сделали свое дело. И это не я, это все она. И скажи, Дух Святой. Скажите, что я захмелил чуть-чуть. А вы пьете вообще? Вы герят? А мы вообще? Нашу шволью не сломить? Мужу валясь непалавшить. Кто-то знает. Я знаю. Когда ты... Вот как теперь служить? И теперь тарнаут. Может, я уже послужил? Гал, а шоу потарнавау. Гал, а шоу... Служить это радость. Тарнауты и радость. Гал, а шоу... Гал, а шоу... Гал, а шоу... Тебя, дякую Тебе. Отец, я воспринимаю Тебе. Тебе, приему Тебе. Всю торжество без остатка. Та вся отшвентима без... Всю памазанье. Всю патипима. Всю памазанье. Всю патипима. Памазанье. Патипима. Патипима. Аллилює. Всю патипима. Всю патипима. Кога хороше? Грее, ти хороше. Тебе хороше, то 50% служения уже... Як бы тяга хороше. Вы знаете, что начало любого служения. Начало, начало. Праджи, праджи киквийному тернаему. Тебе било хороше. Ну, сами посудите. Пришел Сын Божий и положил начало всем чудесам, тем, что всем хорошенько налил. Люди наливают зачем? Чтобы стало что? Тем самым начало любого служения сделать так, чтобы было хорошо. Поэтому у нас есть такая песня, которую мы везде поем. Хорошо, хорошо, слава Богу, хорошо. И так, возвращаемся к Святому Духу. Святой Дух для тела. С отцом ты соединен на веке, как Дух. Су теву ты соединен на веке, как Дух. Это очень важно. Это очень важно. Вы знаете, меня всегда удивляли учения, в которых говорилось. Маня стебина мокмия, которую я говорила. Ты должен различать. Ты должен различать. Где говорит твой Дух, а где говорит Божий Дух. Я думаю, зачем тогда было их соединять воедино, чтобы потом различать. И я думаю, кем нужно различать, чтобы потом различать, чтобы потом различать. Где логика? Куда логика? Никакой логики в этом нет. Никакой логики в этом нет. Я всегда привожу этот наглядный пример. Может, вы от меня его слышали. Что такое завед? Что такое завед? Например, соединение. Сусьюнгима, например. Соли. Друскос? Знаете этот пример? Или знаете эту полигиниму? Напомню. Хорошо, напомню. Приминсю. Раньше все мужчины носили сумочки соли. Анксчау вирах. Ахотники. Турядава друскос капшели. Оленя какого-нибудь завалил, засалил его тут же. И, если меджиотвес... Шабан не испортился. ...элня папио, то сей суда ищи шкарту. И, поскольку соли была всегда под рукой... И, когда друска всегда было шалия, по ранку... Два мужчины хотели заключить заведу. И, если два виры хотели сделать сандору... Они вынимали свою соли... Я ищетраудово друскос капшели. Смешивали ее в одну кучу. Я даридава из тих двух капшели, вену клуба. И снова рассыпали в два разных миша. И, когда, если кто-то из них... И, когда кто-то из них хочет выравить отношения... И, если кто-то сможет... Второй мог достать соли, чтобы забирать свою соли. Как я ее заберу? Не можешь забрать, не можешь забрать. Если не можешь забрать, не можешь и сандарос отбрать. Это сильнейший прообраз того, как Дух Божий соединяет на веке с твоим Духом. Как различит, где его демо, где его? Как забрать? Как просто, даже как ты понимаешь, где его? Как отскирить, где его? Тебе это не нравится. Религия нет. Религия не нравится. Она знает, что каждый сверчок, знает свой шесток. И знает, что каждый сирплей знает свою токруму. А отец говорит, что свой шесток теперь рядом со мной, на веке. О, теба говорит, что ты ищешь шаля манес по рамжу. Давай отславу дадим. Пошло, венк теба. Аллилуйя. И поэтому, когда речь идет о соединенном духе, что ты с Господом один дух. И когда вы говорите, что ты ищешь шаля манес по рамжу, это то, о чем Иисус говорит, что я и отец одно. Это то, что Иисус говорит, что ты ищешь шаля манес по рамжу, это то, о чем Иисус говорит, что я ищешь шаля манес по рамжу, это то, что мы называем Иисусом Христом. В начале было слово. Продолжение было Богом. Жодис было Девас. И без него не начало быть, что начало быть. И без него не отцерадо никого, кто отцерадо. Сознание. Слово. Жодис. Сознание. Сокирь. Сомоня. Вау, классно. А Дух Святой. О Швентой Двасе. Вы представляете, как классно устроилась эта семейка внутри тебя? Как паеки шеима исикуря тави я. Потрясающе. Настаби. Отец стал тобой. Теба стал тавими. Иисус стал твоими мозгами. Иисус стал твоими мозгами. Мы имеем ум Христов. А Дух Святой соединился навеки с твоим телом. О Швентой Двасе Амжием сусиунгия с твоим куном. Поэтому. Тело называется храмом Святого Духа. Кунос, называемый Швентой Двасе Швентикла. Не двором храмом внешним. Не кемо. А непосредственным храмом. Бет швентикла. А внешний двор тогда что? О ищоринис кемас тогда. А внешний двор это зона твоего влияния. О ищоринис кемас и таво итакос рыбос. В зоне твоего влияния. Как там написано. Внещний двор для языкшника. Прощита, ищоринис кемас скрит аспагоним. Они приходили тавое, этот внешний двор, чтобы на них повлиялось то, что там внутри. И они прикисали к кирпичам храма, наверное. И они привязывали к швентиклу сенас. Чтобы иметь хоть какую-то причастность. Катуре тудали, как я норс. Это именно то, о чем предсказывалось. Что схватят за твой рукав, и сказали, что мы слышали Бог с тобой. Они не могут схватиться за твою мазгу. Или за твою сердце. Через прикосновение к телу. Они пытаются иметь какую-то отношение к тому, что там внутри. И поэтому Иисус говорит, ну, руки возлагайте на них. Может, если уже отбит качьи, то не отбит. Галит апкабинт, если... Аллилуйя! Теперь ты понял, как живет эта семейка внутри тебя? Вау, скажите? Класс, просто. Какой пауку. Присиминк тей. Одна из самых больших проблем, которую я заметил. Дидели проблемы, которую я постепил. Что верующие не знают, кому молиться. Кас швентяй не знают, ка мельстис. Толи отцу. Ар теву. Толи Иисусу. Ар Езуи. Толи Духу святом. А швентяй дваси. И в каком случае, кому именно. И в каком случае, ка мельстис. И они как-то олимпийская сборная богов вообще получают. И они имеют какую-то олимпийную деву рингтиню. Но когда я тебе объясняю это так? Скажи, как все понятно. Каи ащи, норсу, понимаете, что это попросто. Имея бога в разуме сознание Христа. Турьедамас проте Деву Христа. Ты находишься в постоянном единении общения с отцом. Ту рандес бендраиме с Теву. И Дух святой владычествует в твоем нитленном, славном теле. И швентяй дваси, ащпатаво таву немертигаме куне. Что ты ждёшь от тела, если называть его внешним двором? Да, если ты куна называешь шорнию киему, то что я ее ловил? А ну начинает, как написано, станать и желать усыновление. Тогда кунас прадеда дейоти и ловти с унистес. А ты ему такой, плот, возвращайся в прах. О ты ему скажи, куне вирси дулкем. А ну такой, уже начинает. И кунас сако, я уже прадед, вирс дулкем. Ну, 70, при большей крепасти 80, 80, 80. И ка, ну я пашла в прах. И кунас сако, а я иду в дулкем. И ты всеми силами пытайся замедлить этот процесс. И ка, библия просто говорит, дай ему усыновиться. Что это означает? Дай ему, почувствуй себя таким же сыном, как ты себя чувствуешь внутрь. А как я себя чувствуешь сыном внутрь? Как я себя чувствуешь сыном внутрь? Я позволяю себе радоваться этому факту. А что ты ему танцевать не даю. Ко не леидит куну и шокти? А ну то же хочет радоваться этому факту. А потом болеешь. И, знаете, люди, ну много на тело плахово думают, это говори. И это языческая традиция. И это пагонищка традиция. Полностью. Пилной. Люди, мир был создан для тела. Если бы это было не так, что мешало жить как духи просто. Если бы это было не так, что мешало жить как духи просто. И все. Тело это такой же дух. Кунас ира такая патя духа. Мы уже говорили об этом не раз, а еще будем напоминать. Некарт об этом говорили. Поэтому давай кастям радоваться. Тодел леис каулам джаугтись. Аллилуйя! Знаешь, почему зубы выпадают? Знаешь, делку дантис ищет. Потому что смеюшся мало. Тело бунтует. И кунас пречит. Потому что зубы нужно, чтобы их показывать. Дантис реактинге, чтобы ее показать. А если ты так прячешь, зачем зубы тогда? Если слепи дантис, к кому-то реактинге. Мы думали, что зубы только чтобы есть. Мы думали, что дантис только в действии. Ну, написано, что тело для пищи, пища для тела. Ну, уничтожит и то и другое. Прочита, что кунас, маис и маис и маис, а куной. Бе, Девас, и та и та сунайкинс. Вот, видишь, уничтожит. Матай, сунайкинс. Имеется в виду, что концепцию это уничтожит. Это концепция сунайкинс. Тело для Господа, а не для пищи. Кунас ира скрит с Вешпачи, не маистою. А раз для Господа. О, если Вешпачи? Значит, надо ему дать радоваться. Радоваться в Госпаде. Амэ. Девочки, Вешпачи. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, все, я пошел. Ашину. Так что, давай еще раз чуть-чуть потренируемся. Дар паситренируем. Молодцы, у вас уже все. Пошла тема. Просто скажи. Аллилуйя. Иногда несколько таких очередей. И еще такие серии. А потом смех, пошел, пошел. И паскакусь. Жокас лейтся. Жокас – это молитва. Жокас ира молда. Мы знаете, на наших торжествах, на наших уединениях. Музык тарнаймусе. Мы все время хохочем. Мы все время пьем Святой Дух. Герем Швентой Двасе. И наше тело радуется. И мусу кунай джаугаси. Многое из этой радости есть исцеление чудеса. И много ищидаем по эту джаугсию. Люди стали исцеляться прямо в танце. Жмонес припаде сфекти с шоком. И последнее мы в Москве, когда были несколько братьев исцелились, когда они с ними вот так в кругу прыгал. И, когда мы шоком в Москве, с усикабиняя, какие брали посвейко. В наших чатах было это свидетельство. Один брат из Калининграда приехал. Было это слиюдима. Чатая из Калининграда отважил бралис. Он говорит, я приехал в Москву, даже не знал, как буду гулять по Москве. Калена просто. И уничтожал все шансы погулять. А у меня есть такая фишка. Я в течение времени вытаскиваю братьев попрыгать по танцеванию. Я хочу братьев попрыгать, чтобы попрыгать его. Начал, по-моему, из Казахстана, да? Придево из Казахстана. В Казахстане такие мужи там сидят, знаете. В Казахстане сидят такие выры в тарнайме. Я говорю, братья, вы ходите танцевать. Я говорю, братья, вы ходите танцевать. Я говорю, братья, тебе шокт. Почему? Кодел? Ну, что все время стали говорить, у вас на служениях одни женщины. Я говорю, не одни женщины. Ну, иногда братья так сидят в зале, что кажется, что одни женщины. А они куда-то спрячутся, куда-то подвинутся. А сестру, вот они молодцы. Они сидят в первом ряду, втором. Сестерис седа в первую элью. Причем, что дерутся за это место. Братя никогда не дерутся. Брали не кого-то. А сестру сремен. Это я здесь сидела вчера. О, и моторис ковы, я говорю, а сестру седей. Сумпучиутой еще вышвырнет. Мето, ранкинукус. Исседит. Асси седа. Ну, я правда говорю, а линия? Теса, саком. Аллилуйя. Ну, мужчина просто, если видит швей во место заняли. Гресс, если видит швей во место ужимта. Он просто подумает, а тот козелый. Пойдет в другую месу. И я говорю, а жейс, ужеме вето, и рейна китур. А женщина так просто не уйдет. О, и моторис так легко не уйдет. Я шучу, друзья. Можно с вами шучу? Конечно, вы сразу подумаете, какой хороший человек мой место заняли. Слава Иисусу. Иисусу, ковы, герой жмобус, ману вето ужиме. Ачаи, Деви. Пойдет, седу подальше. Может, меня принесет поближе. Гал, поквес ману, арчау? Иисусу, ковы, герой жмобус, ману вето ужиме. И вы думаете, все братья так выходят сразу? Гал, вот, когда в Казахстане звали братья, смотри, там 30% не вышло вообще. Какие 30% вверх в Казахстане не вышло? Ну, просто это не царская дела прыгать в Екавишню. Это не каралищик, а шакинет. То есть Екавишна служит приехал, а мы тут царствоем здесь. Екавишна отходила в Тарнату, а мы здесь каралием. Ну, я же знал, как восточного мужчину выцену. Аж знаю, как риту вверх ищет. Мы, когда уже прыгали, взяли в микрофон, крикнули, в зале сидят, а не только сестри. И, когда мы шоком, аж пойми микрофон, аж сушокиваю, что в зале сидит в один мотер. Через 10 секунд посмотрел зал, мужчина не было. И я уже посмотрел, вверх и не сидел. А, они все туржи присоединяли. И мы так зашгли хорошо. И мы так зашгли хорошо. И в Москве мы снова это делали. И в Москву это делали. Там вышло столько братиш, что мы не знали, как этот круг сделать даже. И начали прыгать. Придели шокинеть. Шокти и джаугти. И потом этот брат из Калининграда, он говорит, «Представляете, я пока прыгал, у меня полностью ушло, ну, из колена эта проблема». И я сразу никому не сказал. И из-карта ником не посакал. Надо же проверить. Реки его проверить. Но когда я проходил почти неделю, и понял, что действительно колена выздоровела. И я решил засвидетельствовать. И он говорит, это произошло конкретно в танце. И это не единственное. Я вам просто показываю, что тело хочет радоваться. И это делает Дух Святой. И это делает Дух Святой. Поэтому маленькая настовление тебе на будущее. Это отечество мокима. Переживай Святого Духа в теле. Пергвен куню Швятой Двасе. Когда расширяется твоя внутренность. Это отец. Это Тевас. Когда начинает воспламиняться твой разум. Когда твой протас усидега. Ты начинаешь получать откровение. Прадедега у тебя прежде чем нас. Интенсивное Божье сознание. У тебя воспламиняются глаза прямо. Тво акис усидега. Это Сын Божий, Иисус. Дух животворящий. Гибе, атекинти двасе. Но когда хочешь отликовать твою тело. Единственное то, что у тебя бы так отплываешь. Это Святой Дух. Халилуј. Иисием ТВ. Два. Давай отметим славу, Дадьи. Пошлова, Венки, Теве. Шучу сейчас возрождавьтесь разобрались. Суырэнга, как сказать, исчезряем. Сегодня мы посвятим наше время. Шиен пасшвятим мусу лаику. Я хочу вас немножечко погрузить. Ни загрузить. Не ускраут, но понарти. А как крестить эту откровение? А материализация? Мы все устали от учения, друзья, согласитесь. Нес паваргом ну мокиму, виситикит. Сиона, что вы сейчас освобождаете меня отец, это возлещает явление. Что, что мне мокает тево, это обучение. Вот это слово... Это слово... Пасирищки. Пасирищки. Как? Пасирищ... Пасирищ... Пас... Двасиос пасирищки. Литовцы, зачем вы все устали? Я шучу. Шучу ковы. Ну, ты понял, явление. Это слово нам сегодня понадобится. Та жодь срекалинга наносим сегодня. Апостол Павел говорит, что моя проповедь, не в убедительных словах. Апостолас Павлиус сакия, что моксла не в жоджиосе. А в явлении. Бет пасирищки. Двасиос и рягос. И вообще все, что связано с царством отца. И все, что связано с царством отца. Это не рассказа. Это не рассказа. Это материализация. Вы знаете, что Агнис был заклан до создания мира. Ждут, авинейлис был поскерстас ики пасаулио скуримо. Но почему-то была необходимо сделать это еще и телесно. Бутин был сделан и кунем. Наглядно. Матомай. Как проявление того, что уже было совершено. Как посирищикима то, что уже было совершено. Вы знаете, что... Я вам это уже, по-моему, говорил, что вознесение... Когда физически Иисус взлетел. Когда физически Иисус взлетел. Вы вообще верите, что Иисус физически взлетел? Вы считаете, что Иисус физически пакило? Вы по-моему, так думаете. Мастыки дащнее об этом. Что иногда это просто как миф какой-то. Я даже слышал теорию, что это как просто такой, ну, образ. Я слышал историю, что это как просто такой, ну, образ. Ну, нет, Иисус взлетел физически. Но Иисус взлетел физически. Аминь. 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 И я говорю, что Он вознесся намного раньше. Сокол, когда Иисус взлетел физически, это было проявление того, что уже произошло духовно. Аминь. Аминь. Вы понимаете, что когда Он взлетел физически, это не был сам процесс вознесения? Помните это? Асименат? Кто-то помнит, кто-то сморит. Каждый, кто-то сморит. Когда Иисус взлетел? Взлетел он немного раньше. Помните, когда Он встретился с Марии, он сказал, что не трогай меня. Я еще не вошел. А вот спустя несколько часов он вполне дает себя потрогать и говорит, да, нам не всякая власть. Значит, уже вознесся. Значит, уже вознесся на престоле. Раз получил всю власть, это уже престол. И раз уже можно трогать, значит, уже вошел. А поэтому он говорил Марии, иди, скажи ребятам, что восхожу к Богу моему и к Богу вашему. И уже явился он с властью. И он уже угрыжал с властью. А зачем же тогда вот это вот взлетение физически? За тем же, зачем и крест? Там, как и крыжиус. На кресте все увидели, что произошло еще в вечность до создания мира. Кои скаби и крыжиус, все поматят. Вечная гарантия благасти Бога была положена еще до того, как все появилось. И там, жена, Дево гарантия была сделана еще до того, как вы творили тут делов. У меня что-то было для вас гарантией в вечность. А теперь вам нужно на это посмотреть. И с вознесением такая же тема. Они таки рассматривали его 40 дней. Он являлся к ним. Он рассказывал о царстве. Паскал о королевстве. Если честно, больше всего на свете. И все истории про Иисуса. Я бы выбрал вот эти 40 дней после его вознесения. Паслушать, что он рассказывает о царстве. И если честно. Я думаю. Это именно то, что мы проповедуем сейчас. Это именно то, что вывалил потом Павел. Вы заметили, что Павла Евангелия, ну эти послания отличаются от того, что проповедовали другие апостолы. И когда им нужно было показать физически, как они на кресте. Что же произошло в том невидимом, которое было сокрыто от них. Он сделал этот взлет. Он покинул его киваиздой. Просто для одного. Дел одного. Чтобы вы в голове отложились. Что бы они сделали вот так. Потому что для ветхозаветного человека небеса это все еще там. И он хотел им показать, что на ваших глазах я туда, откуда сошел. Ну, правда заключается в том, что мы уже не будем думать, что он поселился на одном из облаков. Но это то, что мы не думаем, что он живет в небесе. Паписано, взлет на высоту. Паписано, что он покинулся в дамбу. Он пленил плен. А взлет, чтобы наполнить все. И так наполнил. И припилдил. Святой Дух. Сошел. 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 На землю. На землю. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай отславу дадим. Паписано, Теба. И он все так делает. Вы можете эти примеры видеть на крещении. Тос павельжиус можете видеть на крещении. Зачем люди в воде крестят? Кудел ко жмоте крещение в воде? Физическое отображение того, что уже произошло. Физиняя ищра, что то, что уже произошло. Вот это ты умер. Ты умеряй. А вот это ты воскрес. О, что присикелли. И вуха. А два раза не умеряют? И ряуси, два раза не умеряйте. Так что запомни, смерть теперь не имеет над тобой власти. Тодел присимин, что смерть нет у тебя галий. А у нас вот это превратилось. Но кто-то, что это превратилось? Ты спасен. Муж это, что ты изгелбят. А что? Ну, куда? Ну, от Ада. Ну, от Прагара. Ну, вот не пойдуешь. И Прагара неиси. Говорят людям. Говорят людям. Говорят людям. О том всю свою оставшуюся жизнь. Многие из них и живут в реальном аду вообще. И спрашивают, что они им не станет еще хуже. И ждут, что они им не станет еще хуже. Вы уже знаете, друзья. И жинете. Многие из тех, которые мы проповедуем, что ты в Адне не пойдуешь. Они говорят, мне еще какой Аднужен. Я здесь как в Аду живу. Те женщины, которые скилбят Евангелие о Прагаре, они говорят, что как Прагаре живет. И какой-то такой Бог у них интересный получает. И ее Девы очень удобно. Здесь в Аду и еще говорят, ну это для того, чтобы туда еще хуже не попасть. Че Прагар, и кейтен, дар и блогея не популта. И поэтому держатся от такого Бога подальше. Я вам не рассказал историю, как мы крестили одну семью. Не, не рассказал. Ну и вот знаете, наша команда уговорила там, значит, долго проповедовала одной семье. Они такие деревьянские жители. И мусу команда по Мокславой, как не веная шеима. И эта история вообще нас ноксшиба еще. И та история такая, как идиомия. И когда все таки их подвели к водному крестину, как мы раньше это делали. И когда они привели к водному крестину, мы готовили к водному крестину. И они обеспечили, что понимаешь, что это такой, значит, образ. Это ты, как умер. И когда они то, что это удалось, что это умер. Когда вы 뒤에 крестину, когда тыNa свои смерти, сегодня день твои смерти. Сегодня твои похороны. И вот уже глава этой семьи возле воды. Говорит, ну, с нами это все понятно, вы одетесь о наших позаботите. Я когда эту историю вот продумаю, у меня каждый раз ступор в голове. Глядите, ребят, все было по-настоящему. Они решили, что вот так надо умирать, чтобы не идти в прагаре. И вы представляете, друзья, они согласились. Смешная часть в том, что они поверили. А не смешная часть заключается в том, что они согласились. Если бы тебе сейчас, уже будучи крещеному верующему, предложили вот такое умирать, чтобы не идти. Ты согласился? О, ты согласились, когда вы решили, что вы не идете. Они согласились. Они согласились. Они согласились. Конечно, они пришли уже потом долго реабилитировать после Литвы. Я уже реабилитировать. Шок. По то, что шок. Я потом спросил вам своей командой, кто бы объяснили им вообще праводное крещение? И ответ, что они так объяснили, что они поверили, что умираться идут. Как они объяснили, что они по-настоящему верующему? Это прям талант какой тогда? Талант. Друзья, к чему я так говорю, всю целью. Висказ обе куну. Апостолу Акав пишет. Йокубас рашо. Что толку от твоей веры, если ты не послужишь целью? И как, какая науда ищет кейма, если нет арнауси куну? И религия читает это вот в таком контексте. Религия скайта в таком контексте. Ну вот, видишь, надо заботиться о братьях, дать им надежду, виду. И, саку, реакет рупинтись бролей, сдувать маисту, дробужу. И это хорошо. Ну, замети, Яков не учит в этот момент састрадание любви. Бет Йокубас не мокина пе гайлестингуму и меиле. Он учит тав вере. Ис мокина пе тикеймам. Оказывается, для того, чтобы послужить цельу, нужно явление духа, чем вера является. Кад патарнаут куну, реакalingас тикеймас. Иногда это нужна явление духа, чтобы, ну, как это прагинус сказать, выдаци там финансы, материальную помощь, ищешь что-то. Реакalingа двасиос послужить, чтобы дать финансы, пагалба. Вопрос всегда, а если у меня нету? Нес, ира клаусмь, если нету. А вера есть? О тикеймас ира? Вот, сделай что-то. То есть, сделай что-то. И из-за того, как вере, которые ничего не являют. И из-за того, как истеки, которые ничего не производят. И из-за того, как истеки, которые ничего не производят. И, говорит, он не дадит нужного цельу. Я думаю, как удалось религия за дурманис голову. В таком, как Павел говорит, принебрежение телом. В таком, как Павел говорит, принебрежение телом. Помните, он висмейвает конкретно некоторых людей. Исиокис из-за каких-то женщин. Которые думают, что становится духовное принебрежение телом. Я говорю с вами, как с людьми, которые знают, что в Библии написано. Это был правильный ответ, это очень честный. Это было правильный ответ, это очень честный. Честный руханый же уже. Ранка с землей уже. Павел говорит, что в Библии не читает. Павел говорит, что не читает Библию. Я тебе скажу, что это хорошая оправдация. Герою, что я слушаю тебе, зачем мне Библию читает? Павел говорит, что мне Библию. Почему? И павел это понравится. Павел говорит, что это нравится. В принципе, я с тобой согласен. Так что читаю все так иногда. Но, как раз читаю. Нет? Нет? Я шучу, друзья. Давай отсославу дадим. Ашлагу, Теба. Поэтому все, что касается служения, это касается жизни. Лечит жизни. А значит, касается воплощение. Это говорит, что это исчезновение. Материализация. Материализация. Явление. Апсирищикима. Пасирищикима. Пасирищик. Пасирищик. Пасирищика, Пасирище. В мире есть один прекрасный момент. Апостол Павел в конце своего шестеря, он говорит такие слова. Сейчас надо меня услышать. Он говорит, готовится мне уже венец праведности. В нашем переводе правдой, на самом деле в праведности венец. Венец праведности. Однажды я посмотрел на это выражение и думал, слушаю, праведность еще венец какой-то есть. Потому что в Откровении написано, что весь сон, в который одеты святы, это и есть праведность, одежда праведности. Я думаю, а что же тогда такое венец праведности? И он говорит, венец готовится не только мне. И он говорит, что венец праведности не только мне. Но и всем возлюбившим его, но и всем, которые помилят его посередине. Сегодня учение о благодатии. Сегодня учение о благодатии. Это в основном перечисление списка прав, которые тебе положены в силу праведности. То есть, мы все время любим говорить. Мы не можем говорить. В Христе мы имеем право. То есть, в Христе мы имеем право. И перечисляем на это, на это, на это. И это, и это, и это. В Христе мы больше не должны перечисляем закон. Это, это, это. В Христе мы можем. И снова список. И в Христе мы можем. И еще раз, что мы можем. И Библию говорит, что это все, что дает тебе право твоя одежда. Это, Библия, что все это, что тебе сутеки дробузой. Но венцом праведности. Но венцом праведности. Венцом праведности. И любви к явлению. Ира меиле посередине. Не список прав. Не саращас ты тесил. А явление сына Божьего савсей силой и славой в твоей жизни. Но венцом праведности. Почему это относится к венцам? Потому что это относится к голове. Потому что это относится к голове. Это есть некая мышление человека. Как апостол Павел говорит, я решил ничего не знать кроме явления. И поскольку я решил ничего не знать кроме явления, даже проповедь моя, это сплошно явление. И нам сегодня надо познавать эти вещи. И нам сейчас нужно знать эти вещи. Помилять явлением больше, чем все эти списки. Явлением дыха в теле. Двестория шуме. Явлением дыха в круге жизни. Двестория шуме. Двестория шуме в руки. Двестория шуме. Двестория шуме. Шуме текста. И шуме. Искрышка. Искрышка. Сына. Сунауса отришки. Все это имеют отношение к любви. Они верят в свою праведность. Это всегда различает людей. На тех, кто кричит к небу и требует своих прав. Ссылаясь на Писание. А венец заключается в том, что ты вступил в свою праву и являешь это. А венец, что ты вступил в свою праву и являешь это, что ты вступил в свою праву и являешь это. Поэтому сегодня меня очень важно. Сеции списки. Теса ращай. Все мое. Вискас ману. Праведность ману. Теисумас ману. Верность ману. Ищетика ману. Чистота ману. И слава тоже. Шловия таипа ману. Меня сегодня волнует только явление. Маня сегодня ядена посирищем. А вас? О вас? Да! Аллилуйя. Давай отславу дадим. Ашловинк теву. Я усиловался, я говорю, что есть там еще старцы. Читали 24 старцы. Скайти, это 24 вересней. Вот эти ребята сидели прямо, их глазах сирием были на престоле. Йе жюрили состом. Ну, каждый раз, когда там происходило какое-то движение. Ани те самые венцы. Йе имдаво тус войныкос. Снимали, ложили к ногам. И дедаво, прекою. И примерно их была такая реакция. Свет, свет, свет. И, сакидавш, швента, швентас. Вот это самая любимая занятия, тех, кто любит явление. Это, ну, милима, сусиямима тв, которые мили пасиришким. Давид говорит об этом, как раба на руку госпожей. И Довидас сакия, как, тарна, жюри випоно ранка. Мы смотрим на явление. Мы не смотрим на списки учения. Мы не смотрим на мокиму сарашу. Если бы мы все время так мыслили, уже бы давным-давно все диковинные учения закончились. Ну, поскольку мы смотрим на эти списки. Списки пополняются. И эти сараши, виски пополняются. А венсовси нет и нет. Люди уже получили другую иногда венец на голову. Это мышление, сковывающая разум. Блокирующая все явления. Всяку материализацию. Когда я сегодня говорю о материализацию, половина людей обычная века выражения, ну да, наверное, это есть деда. Ну, я тебя призываю, как я свою жизнь. Квечу тебе, как и мне, аж в своем жизни. Вообще ориентирузация, исключительно на явление. Скажи, явление. Пасиришкимас. Ты готов еще послушать немного? Пасиришкят, клаусить. Я хочу вам сегодня, хочу сегодня вам сказать некоторые, как я его называю, закон явления. Нориу посеки, каикурios посиришкимо, истатимус. Materialизация. Materialизация. Воплощение. Икунима. Вот эти слова должны быть все время на слуху. Те жоджи будут скамбить таву. Явление. Пасиришкимас. Воплощение. Исикунима. Материализация. Амен. Амен. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь материализовалась? Нори, как твоя жизнь материализовалась? Если ты сегодня это увидишь, будешь. Будет. Поэтому слушай очень нематери. Тодел, Диме, клаусик. Я всегда ссылаюсь и сам пользуюсь этим. Пас наудуешь том. И ремиусь. Друзья, я всегда делаю так, что я не пытаюсь удивить чем-то дикоиным, но я даю практичные вещи, которые работают. И ась сутеки практические далики, которые реагируют. Я все время веду статистику чудес в нашем служении. И веду статистику статистику мусу тарнайме. Не так, что до каждого. Не киквене. Но я, как в процентном отношении, наверное. Но проценталей. Я наблюдаю, увеличивается ли при ток количестве чудес в общий. Ар даугея статистику лиудимой. Исрадостю отмечаю, что увеличивается. И с уджогсмус статистику, что даугея. Причем достаточно интенсивно. Интенсивно даугея. Знаете, у меня вчера был такой эфир, от сюда я его делал. Вакар был эфир из этого места. Может кто-то смотрел. Гал, кто-то смотрел. Вот это был такой выпускной у нас там. Було. Ишлейсту вес. Это мы за год подняли много светильников по городам. И пер метус пакеллим даугси. И вчера у нас был выпускной, мы их отпустили в самостоятельное плавание. Вакар палеидом студентов, и саваранкишкой плавание. Это сотни светильников. Это 100 человек. Их жибариев. Конечно, они некоторые плакали. Те, которые работают. И не бросают нас. Сакят, не мешк мусу. Я говорю, я иду дальше. А саковину толин. Развивайтесь сами. Вести китес патис. И то есть тема была вообще не об этом. Тема была не об этом. Чтобы явить какие-то чудеса. Ну, даже за те 15 минуты, которые мы молились и циклили, там, в этой молитве. Пер 15 минуты, которые мы смеллились и теклили, то есть молдой. Паисцелелась куча народу. Дауг жмоней ишгии. Одна женщина открылась полную глухую уху. Веной мотерей аусис, пилной, курчейной, погии. Келис метус не гердей ауси. Она пишет в чате. Я специально заткнула вторую. И весь эфир слушал только бывшим глухим уху. Чтобы точно убедиться, что она слышит. И она слышит. Она получила наслаждение. Халилюю. Я думаю, как замечательно. Что даже, когда тема эфира не совпадает с такими чудесами. Эти чудеса происходит. И этому есть причина. И она находится вот здесь. Она находится в голове. Познание. Сегодня я хочу вам сказать, я буду очень краток. Трумпой, я скажу. Высвобожу просто этот закон воплощение. Он связан с головой. Исус этот закон давал как основной и самый главный. Ис всех им правосглашенных. Это именно то, о чем говорится, что царство оно пришло на землю. Невидимое царство пришло на видимую землю. Это означает, что невидимое царство должно стать видимым. Потому что все, что связано с землей. Оно воспринимается только в контексте видим или нет. И она приемома только в том контексте. Это матома или нематома. Поэтому, чтобы убедить людей, показать им, что невидимое царство существует. И, чтобы показать женщин, что нематома королиста существует. Явление, воплощение и материализация. Это то, без чего это невозможно. Это без того, без чего это невозможно. Или все превратится только в рассказы. Нес, китае, воплощение и материализация была показана. Именно это является смыслом служения. Иоанн Криститель. Иоанн Крикштитов. Сказал себе такие вещи. Смысл моего служения, почему я вышел. Чтобы он был явлен. И все. И все. Каждый служитель так выходил. Давай, отцу славу дадим. Пошло венк, Теба. Можешь со мной сегодня это сказать. Смысл моего служения. И моей жизни. И мою жизнь. Чтобы сын был явлен. Видимо. Матомай. Конкретно. Конкретно. Фактически. Фактически. Халилюя. А, давай славу отсюда дадим. Словен Киева. И поэтому он сразу стал учить своих учеников материализацией. И он начал изучить своих учеников материализацию. Буквально он сказал, без этого ничего не... Вообще все бесполезно. Без этого все будет безвести. Вы знаете, что он сказал много разных притчев и образов. Он был свободен в этом. Он даже говорил такие слова, которые бы сейчас религиозники тоже не приняли. Он спрашивал жоджи, которые религиозные не примуты и сегодня. Чего стоят выражение? Это связи с религиозным. Когда он говорит. Когда он говорит. Какой притчей изобразим царство? Какую притчу изобразим царство? То есть он считал себя свободным изобразить царство. Он мог бы изобретать притчей, которые сам считает нужным. Он мог бы говорить об королевстве то, как он сам спрашивал. Не то, которое написано в Библии. Не то, которое написано в Библии. Или в чейте инструкции. Или в чейте инструкции. А все на что хватит твою ображение. Он говорит. Ну какого еще изобразим? Да, вот это изобразим. А давай вот это изобразим. И вот это. И вот это. И вот это. И вот это. И все это царство. И все это царство. И все это царство. Многообразная. Ивайры каралисты. Ивайры пусище. Сказанная через сына. Пасакитая персону. Картина царства. Каралисты. Вот здесь. Ну одна притча, он назвал ее главной. Это притча. Это притча. Это притча. Это притча. Это притча. Притча. Вот так вспомнили чуть-чуть. Притча. Притча. Пастор, ты же тебе не стыдно. Все знают Библию. Веси жина Библию. Халилюя. Сразу чувствуется хороший пастор. Герас пастор. Все учат. Веси жина полигинемости. Пастор, ты же библию читает, наверное. Пастор, ты же библи. И подпись Олег 26 лет. И парашес Олега 26 лет. А лицо такое старое знание. А сену жмогу с нотраукой. И когда мне говорят, пастор, держись, я им сену ду картинку посылаю. И когда мне говорят, пастор, я им сенчу эту пастору. Пастор, я им сену ду картинку посылаю. Пастор, я им сену ду картинку посылаю. Пока жизнь есть на земле, это будет. Сене и жатва не прекратится. Пития и сейос принципы не сибаид. Но даже в этом. Без и в этом. Смотри, можно поминяться местами. И он говорит, великоли то. Пастор, я пастор, я пастор, я вам сену ду картинку посылаю. Что бы это материализовалось. Что бы это материализовалось. Один из вариантов материализации. Тогда, когда тебе дают, ты находишься не в роли того, в кого сейт. Ты не там ваидменя, который сейт. А просто твоя помазанная материализовала тебе назад деньги. Без твою патипима материализовала тебе назад деньги. А мне это нам много больше нравится. Вам это очень нравится. А почему больше тем пользуются? А почему вы используете другие принципы? Что бы это мазанная. Ноль. Нес патипима материализовала тебе. Нечко не сейт. Нечко не сейт. Соответственно, понимаешь, что ей пастор будет нечко. И запринят, что не будет сейт. Поэтому начинайте рассказывать, что им надо сейт. Поэтому начинайте рассказывать, что им надо сейт. Вот и все. А пастор, когда-нибудь. О нупьяусить, когда-нибудь так? Ой, разоблачил, короче, сухни о религиозном. Висса религиня вертвия. Ну, вы же так не делаете, правда? Вы же так не делаете. Весь бизнес кому-то попортил, да? Весь бизнес кому-то попортил, да? Алиуя. Ну, вообще мне нравится. Давайте отсославу дати. Ушловиньим, тево. То, что я сейчас сказал, использую в своей жизни. Это не только для проповедников. Как только ты в человека высвобождаешь помазанное, как только ты в какую-то сферу высвобождаешь помазанное, умеешь это делать, друг, материализация неизбежна. Это материализация неизбежна. А мы думали, где нам денег взять? Иш кур пенегу мум спай. Помазанное твоя прибыль. Патепимас ира тава полна. Это намного легче научиться. Это бесплатно. Это немокамай. Для этого не надо университетов заканчивать. Там не реакия университетов. И лучше семинарии боком обходить. Вряд ли там научат помазанное. Тебе не измокинс текущих даликов. И поэтому Иисус говорит о притчах о сейтеле. Тодел Иисус говорит о полыгином о сейтее. Вы нормальность воспринимаете? Герой приемат. Друзья, это закон материализация. Это очень легко, как и все у Иисуса. Все очень легко. Висказ ленгва. Скажи легко. Паскак ленгва. Точес. Дабар. И само. Это еще три слова. Легко. Саваиме. Саваиме. Дабар и ленгва. Как ленгва? Ленгва. 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 Мы тут погуляли вечерком. Савакара. Иду, смотри, написано, крематуре. Иду и вакаре, жюри, кой ужращите крематуримас. Хадили, ходили, а как за бюро похоронных услуг какой-то? И посекием лейдомо паслаугас. Я думаю, видишь, как здесь и сажгут, и похоронят, и украсят все. Ир че вискаре палаидос, и судегинс. Литовцев все быстро. Литовцев все быстро. Литовцев все быстро. Дабар и ленгвай. Итак, еще три важных слов. Три важных слов. Они относятся к живопытворяющему духу. Литовцев все быстро. Легко. 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 И так, друзья, все, что связано с жизнью, оно все на самом деле легко. 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 Служно религию. Служно в культуре. Служно в умствовании. Служно в умствовании. Нет, явление, ничего не важно. Ни и не посиришкиму, и все это не важно. Поэтому Иисус рассказывает притчу о сейтеле. Литовцев все говорили о сейтеле. И ее не все поняли, к чему он это сказал. Не все понимали. Они, наверное, пошли и подумали. Ну, мы знаем, как земляделья устраивается. И, наверное, мы знаем, как землядель устраивается. Потому что всем народу он не говорит, что сейтель слово сейит. Иисус не понимает, что сейтеле сейят жоди. Представьте, я бы вышел и рассказал. Вы знаете, если сейтеле и потом оно вырастает. Легко. Я говорю, что сейтеле сейтеле, 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 сейтеле. Одну птицу клюют. Паукшчей сулеса венос. Одну сарниками зарастет. Ужауга аршкетчей. Ну, может, это было бы интересно, только вот, может, женема ей. Она у меня овощи, вот. И она ваисе саугина. Да. И все время предлагал что-нибудь вырастить. И сейтеле всегда. Ужаугин, когда норс. То огурец во дворе, то еще что-нибудь. Огурки саугин, когда норс. Ну, Иисус потом рассказывает оставшимся возле него людьям. Бет, Иисус, паскай, он говорил, что сейтеле сейтеле сейтеле. Обратите внимание, кому? Паскрики, демеси, кем он говорил. Когда же остался без народа, окружающие его, вместе с 12-ю спрасилит. Кай Иисус пасилик обе тautос, то Иисус пасилик обе тautос, то Иисус пасилик обе жмонес, картус с 12 мокиньей поклаусил. Две категории остались возле него. Преи ее лико 2 категории жмониў. Ученики. Мокиней. И тех, кто захотел остаться. И те, кто захотел остаться. Поэтому в конце он говорит, а тьям не доно. И тодел Иисус паскайу пабаигу саке, а тьям не доно. И когда стал двигаться в благодатию много лет назад, меня возмущала эта картина. Доно, не доно. И, кай аж паидею идти малоней, а тя милмији ира тји, курие нусупренде пасиликти. Он говорит, були 12, но були акружавши его, которые не ушли вмести савсими. И все. Було 12 и тји, курие нусупренде пасиликти сјију. Поэтому ты любимщик, потому что ты здесь сидишь. Ту еси милимас, нэс че седи. А кому сейчас не доно? О кам дабар не доно? Не доно тому, кто не пришел. Не доно там, куришот не доно. По великой милості тех, кому доно, мы оставим им запись. Палигсим им сидашу. Аллилюја. Давай аплодируем отцу. Пашлобим, как тђва. И поэтому он говорит, а теперь тем, кому доно, перехожу к тайнам. Паскита, тем, курием сутеикт, айну приятпаслапчу. Тайна че? Царство, скажи царство. Каралистец паслаптис. Царство – это управление. Каралистец ира вальдимас. Практически вступая к толкованию, он говорит, а сейчас расскажу вам секрет управление. И он говорит, аж пасакиси ўмс валдимо паслапти. Скажем, управление. Сакик, валдимас. Это не просто такой секрет о небесах, куда мы иногда ходим. Тай не паслаптис апе доно, куриштом. А секрет того, как небеса влије прямо здесь, материальном мире. Бет паслаптис то, кај паслаптис то, кај паслаптис даро итака штем. Хорошая тайна, правда? Гера паслаптис. Мы когда собираемся с братами в зумах по вечерам. Кај мес с братами ренкомес зуме. От недавно к нам даже пастор Альберт присеидинил. Ира Альбертас присеиње. Там братец сразу говори, о, молодец, присеидинился к небесной цивилизације. Тен сако, шаунолис присење при дангау цивилизациј. И давай про Шапавалу ашу то говори. И прадеда пас Шапавалу калбет. А я такой читай думай, эй, эй, цихать, стоп, 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 стоп. Скайтау, сако стоп, стоп. Это не то, што вы подумали. Это не апе таи, кај пагалвујат. Я думаю, вот это политичаски разум, он, конечно, играет ищи. Это политичас прота жаиджа. Типа, если ты пришел к нам, значат ты ушел откуда-то. Те гуотей пас мус решќе, а ищи манесе просто вмести посидеть. Кодел не галима тесио карту посидеть. А везадат от куда-то ухадить. Бутинай реки ищи шејт. Стопати, стопати, стопати каким-то членам. Тепти кађку нарију. Тела. Куна нарију. Ну ладно. Так вот, кога мы собираемся с братијами, я постоянно говорю за это управление. А шкалбу пе валдима. И реп представьте, друзјје, што даже, кога вы жили в миру, у вас была нормальная, здоровая потребность минять мир. Историје нормалу пореки кеѣи пасаулје. Откуда вы знали, каким он должен быть? Историје, како-то заложено представление, ира идјтас ваиздајимас, воплащаје, которое декарација миро должна была подвинутся. Не так. �и материализује, пасаулје сторије кеѣтис. Но когда человек пришел в религију, ему сказали, не двигай, все сгарит, уйдеш туде. И религия ишмокино, не кој не льес, кой вискас судегс, ты ищешјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј. А вы читали вот это? Рискайте, нади, если lacking. Иисус пришел и学чед својјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј јас. Зачем воплощать царство прямо здесь, если здесь все сгарит? Странная логика. Тело является храмом Святого Духа, но мы его похороним. Земля сгарит, ну как бы ремонт в квартире не помешает. И хочется спросить, не вретели вы сами себе? Даже в твоей природе, в мышлении, в ветхово, Адама была заложена страсть изменить видимый мир. Но религия сказала, здесь все сгарит, готовься к небесам. И поэтому иногда в своей мирской жизни ты был более толковым, чем даже когда сел в церкви. Аааа, я чувствую, сейчас дух такой сошел прямо. Давай отсославу дадим. Аааа, я чувствую, тихо. Ну, животворяющий дух, чера сегодня вовеки тот же. Он говорит, я сюда пришел. И это не выглядит так, как открыть много церквей и возглавить диктатурой религиозной планетой. И это не было, как открыть много церквей и подать диктатурой по церкви. Он говорит, если только вы научитесь в облашении, это все. Мы еще поговорим, я думаю, сегодня вечером и завтра. Мы поговорим о этой движимых декорациях. Об этих движимых декорациях. Представь, что, будучи неверующим, ты верил, что какие-то вещи можно подвинуть с глаз вообще. Представь, будучи неверующим, что в твоих мозгах видимо, вместо того, что видят твои глаза. Ты считал, это возможно. Ты теперь понимаешь, что религия с людьми делает? Это жезь вообще. Это же урю. Приди в любой мирской институт, и там учат воплощение. Как можно сделать это, можно сделать это, внедрить вот этот проект. Одни только верующие. Учатся тому, чтобы ничего здесь не делай. А готовится, чтобы плыть. У нас был случай. Мужчина исцелился от рака. Жмогус посвечил на веже. Два дадима отслава. Пошло виноват теве. Но его беда была в том, что он имел родственников, 50-ти. Беда была тем, что он утромил гиминей, которые были секменники. Пока он не ходил к ним, он пил водку. Кол он не ходил к ним, он пил водку. Но он увидел, что все нормально. Памятил, что все нормально. Что понятно было, он сидел уже на жестких обезболивающих. И готовился к смерти. И вдруг все прошло. И все прошло. И вот он возвращается домой. Сибирь в деревню. Сибирь в деревню. Пожил месяц, второй, третий. Пожил месяц, второй, третий. И вот в гости нагрянули пророки. И в доме отец пранашай. И один там закатил гласки и рассказывает. И один из вертики пройдет. Вижу, вижу. Матаю, матаю. Лотка возвращается к притчалу домой. Матаю, что Вальти изгрыжает к уосту. Нусели толковать. Праде аишкинтис. И зная, что у него был рак. И знали, что у него был рак. И сталковали так, что ну все, конец тебе. И ям нуспределя, что там далас. Здоровому мужику. Рак вернулся через неделю. По сфейтес ям вела рак. И мужик умер. И он умер. Вот типичное лицо. Типичное веидас. Духа смерти. С его пророчествами. С его всей этой ерундой. С его несамулемой. Из-за этого Иисус ненавидел религию больше всех явлений. Его не раздражали пьяницы, проститутки. Никто его не раздражал. Но эти. Представляете, они способны умертвить даже то, что он животворит. Это они сказали, Лазарь воскрес. Давай убьем его. Чтобы другие не поверили. И, ну, ждите, кем, карту и Лазарь, когда китай не отчитает. Какой маразм вообще? Ну, мы сейчас... Ну? Какой маразм? Маразмус? Маразмус! Вот это очень даже звучнее, чем на русском. Маразмус! Прибалты, я вас обожаю. Где я виновь с Прибалты? У меня уже борьба внутри. Это атмосфера такая. Когда я уже ищу атмосферу, я почувствую. Вот был там и там, ничего такого не чувствую. А вот здесь... А я думаю, так... Пасикал, я думаю, что, если вы будете виноват, как ищу атмосферу, как ищу атмосферу. Он говорит, вам дано это знать. И говорит, сейтель. Конечно, он бы не был Иисусом, если бы он перед этим их не отчитал за их непонимание. И он произносит такие слова, из которых я вижу, что это притча главная. Он говорит, не понимаете этой притчей? Как же вы поймете все притчы? Иными словами, он говорит, что эта притча, она ключ к всему остальному. Вау, стоит обратить снимание, правда? Когда он говорит, не понимаете этой притчей? В дословном, оригинале, в переводе. Оригинале. Моя любимая слова. Моя любимая слова. Не понимаете слово, переводится, не созерцаете, не видите. Та жодис, несупрандате, стови, не матоте, не изижиурите. То есть он, когда говорит об этой притчу, он говорит, вы, вас не включилось созерцание, увидите что мету? И, когда вы не понимаете, то, что, вас неизринкает матемас, а ведь зрение должно было включиться. О матемас, который я изюжил. Потому что это глаза в вашей голове, который увидит все остальное. Нес, это якис, и сугалву, куда поматиси вся кита. Сейчас мы подойдем к этому. Преисим притчу. Вы не устали? Не паваргуете? У нас еще одно собрание. Или может два сразу проведете? Или из карду? Нет? А, без проблем. Мне нормально. Я привык это вот. Я привык это вот. От души все делать. И силос все делать. И сердечки. Апостол Павел. Я люблю тебя. Апостол Павел. Молодец. Саламон. Салямонас. Салямонас. Пахожа на саляме. Калбаска есть такая. Салямонас. Притча 7-2. Саламон говорит. Учения маю. Зрачок для гласства их. То может так перейти. Чего не веришь или аж? Пасмус. Саугок. Ману айсакимус. И будьте гибес. Сергиок ману айстатиму. Кайс савокия свизди. Салямонас. Притча 7-2. А у вас и Библия свая даже? Храни заповедзи. Саугок ману айсакимус. Слава маи. Ману айсакимус. И живи. И живи. И учения маю. И ману айсакима. Как зрачок гласства. Кайпаки асвизди. Саугок. Иными словами. Китаясь жоджейс. Саламон говорит. Салямонас сако. Мајо ученије будит ділат так, што ти будеш видит. Ману мокимас дарис таип, ка ту матиси. И он, Иисус, говорит так же. И Иисус та пати калба. Он говорит, эта притча, как глаза ко всему остальному. Иисус сако. Тас пати калігинимас ира кайпаки си биса кита. Вы увидите, как материализоват. Иисус поматисите, кай материализуати. Еще интереснее, правда? Дарит дамяу. Аллилюје. 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 И он говорит, что сеятел сеят слово. Иисакалба сеят жоди. Заметили, что не слова, а слово. Не жоджус, бет жоди сеят. Чем отличаются слово от слова? Ком скириси жодис на жоджу? Слово – это Иисус. Жодис ира Йезус. Который говорит слова. Курис калба жоджус. Поэтому слово стоит перед людьми. Тодел жодис стоит прежмонес. И говорит, кто не послушает слов моих. И сако, кто не паклусис ману жоджу? Как интересно. Слово – это сознание. Жодис ира самоня. Это совокупность всего мышления Бога. Это весь Дево пилнатия. Слово – это мышление Бога. Это не просто высвобождено одно или два слова. Жодис ира Дево масляного пилнатия. Поэтому стоит сознание Бога воплоти. Тодел стоит Дево самоня куня. И высвобождает какие-то слова. И он говорит, сейтель высвободил сознание. И он говорит, что сейтель высвободил сознание. Это совершенно отличается от того, что мы привыкли. То есть скириняясь на то, когда мы припратим отчитать слов. И он говорит, что сейтель – это то, чтобы дать тебе сознание Бога. И сейтель – это текст, что дать тебе сознание Бога. Вау, как здорово. Как шауни. И Павел потом говорит, мы имеем ум Христов. Не по всем правда заметно. Не все, почему твое оплатилось. Не все, не все явилось. Не все материализовалось. Иисус объясняет почему. Помните эту притчу? Асименат полигиную. Подвожу итог. Он говорит, этот принцип. Это ваши глаза. Это ваша акция. Этот принцип. Это принцип воплощения. Это принцип воплощения. Этот принцип поможет видеть все остальное. Штат принципа подвесит вам матить китые далики. Уже интересно. Итак. Во-первых, что он говорит о сеянии? Кое он говорит о сеянии? Он говорит, что сознание Бога, оно всегда кажется не значительным. Он говорит, что Дево самония всегда видит нереющим. Помните, в другой притче своя он говорил, что это похоже на горчичное зерно. Киту, мы говорим, это так же. И грудель. А почему огромное сознание Бога выглядит как горчичное зерно? Кое, что Дево самония видит как горчичное зерно? По принципу, что все великое Божье, оно кажется не значительным в глазах людей. И это кажется не значительным в глазах людей. Поэтому, когда я тебе говорю помазание, иногда слово деньги кажется более ощутимым. Но кто, кто начинает с помазанием, по итогу проявит величие. О тех, кто начинает с деньгой, приедет прощит защитый упомазание. Он говорит, что горчичное зерно вырастает так, что все туда прятаются даже больше всех других трав. Поэтому не значительная Божья мысль в твоих глазах. Друзья, она предназначена к воплощению. И он говорит, что приводит пример на сейне и вырастание видимых плодов. И он говорит, что сейтель, сейте сознание куда? В голову. Может, он погладит себя по голове. И сказать, что поле для воплощения. Вау! И сейтель, сейтель. Искутима лук. Он учит это. Он говорит, что вся воплощение происходит отсюда, из головы. Ищет, если ты это поймешь, перестанешь ждать мешок денег с неба. Наверное, ты хочешь рассказать, что надо получать образование, учиться, и все получиться. Ты, вы думаете, что надо сказать, что надо будет мокать, и все другие. Нет. Нет. Если речь идёт о том, что само, значит само. Это не коше из кирвы. Итак, первое, что ты должен усвоить. Что всегда сознание Бога. Предлагаемая тебе. Мышление. Масты. Оно кажется в пренебрежении маленьким. Ну, что оно мне даст. Ну, если оно укоренится, усвоится в твоей голове. Оно вырастет. Для того, чтобы это стало видно физически. Вы знаете, что зерно оно сейится в невидимую сферу. Ну, не для того, чтобы сказать, у нас есть в невидимом сакровище. Вы знаете, сколько на небесах у нас сакрови. Вы знаете, сколько на небесах у нас есть в лобе. А где? В невидимом мире. Нематомом посауле. Это не так выглядит. Не так это видно. Все сознание Бога предназначено к тому, чтобы стало видно здесь. Я хочу, чтобы ты это усвоил. Моя жизнь это сильно поменялась. И я стал учиться навыком. В оплачении. И он говорит, смотрите, как это выглядит. Ну, там он посеял. Он только не знает, как это происходит. Помните, он говорит, что вы идите, посмотрите, в день. Жмогу сатина при лауку, жюри. Ну, что ничего не пробивается по кашту. Но в этой всей картине главное, что он знает. Зерно там. И ждет именно отсюда. И ждет именно отсюда. Никто не посеял зерно в землю, не ждет с неба. Никто не посеялся в землю, не жюри в дэнгу. Посеял в сознание, а ждет почему это небо. Посеял в сознание, а ждет по чему это небо. Хороший момент, правда? Герас момент. Ждать надо отсюда. Реет листья ищи в голову. Отсюда. Ищи в голову. Ищи, скажи, отсюда. Ты чувствуешь, как ценность твоей головы расти на чина. Приди яусте голову вертой. Это не как в песне там Пугачево пайот. Это не Пугачево дайна. Галава моя глупая. Квайла мано галава. Без ногая, без рукая. Бе ранку, бе коју. Это есть такая песня. Слышали ли я? Нет. Лучше вам такое не слышу. Геряю не гердит тас дайна. Ну что интересно. Он говорит о сознании. Без него ничего не начало быть, что начало быть. Он говорит о сознании, что не было ничего не было, что нет, что нет в твоей голове. Нам надо просто признать. Что все, что мы видим вокруг себя. Что все, что мы видим вокруг себя. Что это, что мы видим вокруг себя. Это то, что плотилось из нашей головы. Что это икутима мусу мастыму. Нет, я не согласен. Аш не сутинку. Спор сисусом. С Иезумом гали гинчатис. Друзья, он говорит, без сознания ничего не начало быть, что начало быть. Философы спорят, что первичное, сознание или материя. И философы гинчатся, что материя первая, а самония. В начале было сознание. В Библии он говорит, что в начале было сознание. О, мы разгадали это. Давай поаплодируем отцу. И вот она тайна воплощение. И он говорит, что с этим есть небольшие проблемы. И перечислил, и рассказал, как с ними разбираться. Ну, вы помните. Вот приходит тебе откровение, сознание. Как угодно сейчас это называешь? Это называется видение, мечта. Но приходит понимание от Бога в твой разум. Как должно быть. Как должно быть. И ты понимаешь, без этого понимания ничего не начнет. И он говорит, что потом может происходить. И как по это выкст. Называет три проблемки, а потом говорит, как должно быть. Апостол Павел знал этот секрет. А ягленик. Поэтому он сказал, что ничего кроме сознания Бога я решил не знать. И Павел сказал, что не только Дево самония, а я запрещал знать. Кроме Христа. Только Христу. Мы иногда думаем. Мы думаем. В силу религией. И религию сега. Что апостол Павел был такой фанатом личности Иисуса. Кроме Христа. Павел был такой фанатикой. Прямо до культой. Кроме Христа. Кроме Христа и Назарета. Кроме Христа и Назарета. Но Иисус это дух живо творящий. Иними словами Павел сказал, что в моем сознании не будет ничего, кроме сознания Бога. Не будет ничего, как Дево самония. Животворящего духа, который все воплощает. И Павел был воплотителем, потрясающим. И Павел был хорошим культуром. Он говорит, что все мои проповедцы это явление. И Павел сказал, что все являются. Ни один из апостолов не сказал о своем служении такой фразой. Не знаю даже, что такое назвать, чего бы Бог не сделал через нас. Помните его эту фразу? Не смею даже назвать что-то такое, чего Бог не сделал через нас служение. То есть из всего, что можно было назвать, он сказал, что это было, и это было, и это было, и вот это было. Все потому, что он решил иметь сознание Христа. И три препятствия. Первый он называет заглушка. Первый он называет как-то воплощает. Как-то как-то заштаб. Заглужка. Как-то, какой-то, как-то, кирпич голове. Плитага. Доброе, называем это терния. Он говорит, смотрите, сознание, которое у тебя уже есть, Божье. Она может быть заглушена желаниями и заботами. Заглушена, это значит забыта. Успауста, это значит помиршта. Это пометит, как сказать, из шоких. И он говорит о том, что это выглядит, как сырники. У каждого из вас было такое в жизни. Когда ты схватил откровение, думаешь, вау, это да, все, я сейчас так двинусь, и все будет. Но вновь возникает какое-то желание. Или какая-то проблема, которую надо решать. И она звучит громче, чем это, гарчичное зерно. И это проблема, как говорится, как гарчичное зерно. Ты павелся на это. Пошелк за голосом желание. И наеи паскута трошкиму балса. Вернусь к своему зернишку. И чувствуешь, что в нем уже нет силы. И ревти, что той сейклой не рейкос. Та сейклая успауста. Желание прошло. Трошкима улыглась. Рупещи сейклая, трошкима улыглась. А здесь уже ничего нет. О, теной, в голову, не было ничего. И проходят два целых времена, чтобы снова получать что-то. И вела, апсисоколай, коратас, когда вела гаутом. То, что я сейчас сказал. Типичная жизнь христианина. Типичная жизнь христианина. От откровения к откровению. И без конца. До прейшкима к откровению. Потерянных откровений уйма. И много прарасту. В конце всего этого толкования Иисус говорит. Сейчас послушайте меня. И, в конце концов, Иисус говорит. Он говорит, замечайте, как слышите. Слово замечайте. Стебеките. Переводите, как смотрите. Реички, что журеките. Вы должны слышать так, чтобы видеть. И наблюдать за тем, чтобы это сознание никуда не делось. И стебеть, что это сознание ни куда не динкнет. Дальше он говорит, какой мэрой мэритит, такой отмэрена будет. Все любят это говорить. Вот какой у тебя мышление, такой у тебя будет результат. И висит, что кокс маслям, то кокс будет результат. А у меня вопрос к Иисусу. А какой надо мэритит мэрой? О, как ты говоришь, какой мэритит, такой анадо какой мэритит. Какую мэритит мэрой? Не мэрой дает Бог духа. Девас без сейку отеекет вас. Ваша задача не измэрят, просто иметь или не иметь. И если только у тебя есть хоть чуть-чуть, это значит у тебя есть безгранична. Дамы и господа, представляю вам новую форму мэрой нового Завета. Пристатаю новую тестаменту сейку мату. Все или ничего? Вискас арба не что? Нету никакой мэрой больше в новом Завете. В новом тестаменте нет кита сейка. Павел говорит, он может сделать несравненно больше о том, о чем ты думаешь. Павел говорит, что Девас может сделать неполигнюю много, чем ты думаешь. Главное, что ты должен иметь Бога в разуме. Сверхиус, что Рупинкис имеет Деву против. Потому что, если так можно сказать, с горчичной зерной, ты имеешь всего Бога. Воплощение не ограничено и неизбежно, независимо от того, как много ты о себе думаешь. Даже чуть-чуть достаточно. Но иметь всегда. И поэтому, когда он говорит, замечатель, как слышите. Павел говорит, смотрите за тем, что уже услышано. Не сватите глаз. Не нолестите кину то, что гердевете. И оно воплотится. И это будет кунита. Ну как? Но как? Само? Саваиме. Вот все так легко сделано. Друзья, как этой грамоте научить несведущего человека? Как ищет человеку, который не понимает? Вот деревенщину какому, как научить? Как ищет человеку. Ну, всего упрощения я бы ему сказал. Вискас я попросту. Я тебе даю мысль. Довит мит. Ты будешь успешен. Ты будешь успешен. Что в твоем понятии успехе? Кас того супратишь сэкмем? Вот как момент он начинает вызвать, что в твоем понятии успехе. И он в то моменту начинает сцерковать, что в его понятию успехе. Я говорю, видишь это? Сакал, что это? Ну, представляю примерно что-то такое успехе. Исиваиздуйте, что это? Я бы сказал, что я держу эту мысль, каждый день в голове под 10 раз просто приводит памятник. И 10 раз в день эту минуточку сук и сук. Я говорю тебе Духом Божьим, если он будет это делать, 100% у него получит. И сказал, что, если ты это делаешь, это будет выглядело как мечта. И на него встанет там суета, желания, похоти. И сукился всякие гейсмай. Но он говорит, что нет, но успешным. Бог сказал, что я буду успешным, я буду смотреть на это. Просто держит в голове, ничего больше не делай. Большинство христиан говорит, что я не знаю, что делать. Дух, что не говори. Девас мне говори, что важнее быть, чем что делать. И он говорит, что главное, храня это в голове и не дает ему заглохнуть. И он говорит, что делать, и не дает ему успешным. Я воскреситель мечты. А с кем я не говорю, у всех виже похоронены. Могилы с крестами на мечтах, на желаниях. Ну вот это то, что было в начале. И с кем я говорю, что я не знаю, что я не знаю, какое моё призвание. И когда я говорю, я не знаю, что я не знаю, как моя шокина. Мне даже не нужно быть пророком, как Полянка, например. Мне не нужно быть пранашим, как Полянка. Та шоптой. Чтобы сказать, а Бог тебе уже говорил. Ну только потому, что ты подумал, что это было 20 лет назад. Но ты подумал, что это было 20 лет назад. Ты решил, что теперь это не считается. И ниспредит, что это не считается. Потому что тернии пожрали, заглушили. Несерщи, что я паугал, спаудил. Это единственное, что ему удалось Иисусу сбыть путью. Было там смаковница, помните? Было там бесплодная. Невайсингая. Фигмедис, которую Иисус пракеки. Бесплодная. А Иисус шел в Иерусалим. Иисус ели в Иерусалим, и там наугал винмедис. Помните эту историю? Направлялся цель, направлялся. С командой шел. И тут что-то там пошелестело листями. Он вспомнил шон голоден. И меджи, лапы, судей, Иисус пусима невальгит. Возникла желание, отвлекающая его от цели. Ивыко та шкаф, которая нукрепляет на кель. Сын Божий павелся. Девос сына сус сусигундя. Это, ну знаете, смаковница оказана чест. Единственное, что я удалось. Ни женщинам не удалось, деньгам не удалось, а смаковнице удалось. И он подходит к ней, думает, что там что-то найдет. Ну желание, аж тоже всегда возникает, думает, что они тебя чем-то накормят. Вместо мечты пагнался за деньгами. Вместо того, чтобы воплощать счастье в своей семье, смотрел туда, туда, туда. И в итоге здесь нечего и там нечего. Иисус понял, что он уже пришел до Иерусалима, пока он тут смаконнице возит. Иисус, когда он был в последний раз, когда он был воплощен, что он был воплощен. Я позволю себе чуть-чуть фантазировать. Я фантазирую. Он подумал, что он в Иерусалиме уже пару слепых бы исцелил за это время. Он был воплощен, что в Иерусалиме уже пару слепых бы исцелил. Я бы поднял к вам. Фарисеям бы по чайнику настрелял. Вместо этого я вожусь тут стабой. Вот так нужно относиться к этим желаниям. Я не буду стабой возит. С тобой я не буду стабой возит. Да не будет от тебя плода вовек. И все сдохло тут же все желания. И этот медик, этот желания. Образ понятен. Супрентамас в войсдес. Ты успеваешь? Аллилуйя. Долготерпение нужна вам. Понимаете? Поэтому сегодня, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы эти слова сказали всему, что заглушило в тебе Божье сознание, Божье мечты. Нори, чтобы вы истартим то, что все желаниям, которые все еще живы. Висказ, что еще не терпится проявиться. Вырастить в твою жизнь. И никогда не будь. Не когда, а скорее. О, скорее. Вы знаете, что Иисус, о чем говорили. Кое Иисус сказал. Он сказал, что сейщи и жнущи вместе радоваться будут. И мы так с трудом стягиваем. Есть какой-то сейщи, есть какой-то жнущи. Вот они, когда это встречается вместе радоваться. Мы думаем, что сейщи, есть какой-то сейщи, есть какой-то сейщи и ждущи. Ну, вопрос не в этом. Но не теме и клаусим. Вопрос в том, что Иисус говорил, все вопросы связанные с сейщи и жатвой. Иисус сказал, что все клаусимы связаны с сейщи и пиотами. Вы должны встретиться в точке, точке. Иисус сказал, что сейщи и ждущи. А как нам достигнуть такого уровня сознания? На самом деле надо научиться хотя бы не выбрасывать мозги на памойку. А ты дал мечтую. Мне дал мечту, за которую я держусь уже много лет. И как сладосно, когда она воплощается. Она реально несет в себе намного больше, чем может другая любая сейма. Ты можешь взять в Гарвардии отучиться. Хорошая такая сейма. С таким заделом, да? По сравнению с этим, молиться. Палигин с умолдой. И какую-то держать откровение. Главное, я кажется смешным. И когда ты у тебя есть эта Божия мечта? И когда ты у тебя есть мечта? Самое главное, первое, не дать заглушить другим желаниям. Выбрали это. Хочешь, чтобы она воплощилась? Несвади гласни. Он говорит, что ты слышишь или смотри, что слышишь. Смотри, смотри на это. Стебег в то, что ты слышишь. Вторая проблема, похищение. Вторая проблема, похищение. Я просто скажу, как это работает. Скажешь, как это работает. Скажешь, как это работает. Одно служение. Диана старинаема. Добавляйте славу, дадим. Пошло, дадим. Пошло, дадим. Он ничего не может сделать Божьим сознанием. Он не может сделать Божьим сознанием. Потому что он написано, что это клеветник. Что его похищение совершается вот таким образом. Вот как это выглядит. Вот у тебя есть сознание Божьей. Мечта. И ты начинаешь слышать мысль в голове. И ты, головой, прадедишь гердить ментис. Ну, смотри на эту глупую мечту. Пожди, как ваилу, свайоня. Вот там есть что-то получше. Тене ира геряу. Давай откажемся, выбрасим это. Геряу ишметом это, ассисаком. Абортируем это. Абортируем это. И в какой-то момент он лжет, лжет, лжет на эту мечту. До тех пор, пока она не стануется чем-то нештожным в твоих глазах, и ты забываешь. И он милует, милует на эту мечту. Да, это все эти лозунги. Ну, когда я говорю за пробуждение, когда я говорю за пробуждение, они говорят, да, это все это лозунги, Андрей. Какое пробуждение? Никогда такой человек моим другом не будет. Нет, это сразу, как мы раньше говорили, открытые двери, шубцы, клепали мозги, нытью муты. И, когда мы говорим, это и ратвирос дурис, когда он смеет. И пока они лоют, я пробудил уже тысячи людей. И, когда я дей, я 8 тысячи пащадину. Потому что верю в пробуждение. Я знаю. Нес, таки пробуждение, я знаю. Пробуждение – это не религиозная ажиотаж в стране. Пробудение – это не религиозная. А это, когда Божья сознание воплощается. И, поэтому, что нужно делать с этим? Кого надо делать с этим? Если приходит уничижающая мысль, восточет на твою мечту, это сознание вложено отца. Нужно просто поржать и все. Реки илогтись. Пасмейаться так. О! 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 Смех пробуждение. Халилюйя. Пробудимо илогас. Реки, это такая серьезная дьера. Я вам сегодня на своей жизни говорю. Я говорю вам сегодня на своем жизни. Смех пробуждение. Ну, это, конечно. Сатану, нафиг. Так, скамба, что швету на пасинти. Все эти тернии вот так мейкси. Тос крумусы спардай. Ну, на самом деле иногда в голове такая битва за эту мечту стоит. Это просто. И вопрос не в том, что тебе надо делать. И вопрос не в том, что тебе надо делать. А вопрос в том, чтобы сохранить это в сознании. Просто сохранить сознание. И оно само сбывается. И в своеме это и векста. Вот как это работает. Что это и веки. Последнее препятствование говорит. Камни в голове. Паскутиня клитис, это якменис. Напомните. Каменистая почва. Акменуота. Дирва. Прощи, по нашему, грех. Кирпич в голове. Мусу калбан плита в голове. Ты ему Божья сознание, оно все выскакивает оттуда. И шокат висто плита. Ну, примерно это выглядит так. Это не по Библии. Это не по Библии. И все. Мечта Божья рассыпал. И Дево сваю несудовжит. А библийское учение. И библийское учение. Которое не является вообще никаким библийским учением. О библийское учение, который не является виблийским учением. Потому что учение Библия относится к тому. Нес библийское учение. И все сыны Божьи, вадимы Духом. Нес все Дево суньи ира ведоми Дево двасе. Давай, это славу дадим. Пошловинг Дево. И вот это устаявшесе сознание. И вот это устаявшесе сознание. И, в голове, это энергетическая блокада. Между прочим, это одна из причин, почему ты не чувствуешь этого энергия в теле. Это прежде всего, когда я хотел двигаться в сверхъестественном. Когда я хотел двигаться в сверхъестественном. То это чувствует в теле, но, поверьте, есть намного больше. Кажкас я учусь в теле, но есть даже очень много. И я сейчас не пытаюсь выставить всех слушающих такими невеждами. Аш не бандалу клауситую породит, как они не выкились. Тут такие духовные люди сидят. Че двасния жмоня сидят. Что если позволили такому, как мне, вообще что-то говорить. То это уже совокупность совершенств, называемая любовью. Это меилес, ищрайшка. Амэн, согласились, молодцы. Аллилуйя. Давай отсославу дадим. Пошловинам теву. Еще пять минут. Дар пенкис минуты. Ну надо же вам это вложить, друзья. Даже если ты не запомнишь. Хотя я знаю. Я знаю, что прямо сейчас сознание, оно реформируется. Я знаю, что сейчас сознание реформируется. Воплощение не избежно. Икунимас нет шаукуемас, не ищвенгемас. Итак, смотрите. Жреките. Воплощение вот здесь. Икунимас ира головой. Вот это поле для воплощения. Сюда нас аждается Божьей сознание. И Дево самонет че посодинам. И задача человеку просто смотрит на него, не спускай оглас. Никуда оно не динится. И как то, когда ты решил смотрит на это? Кей ниспредит и жреки, оно не избежно воплощиться. Это неизвенгемый секунь. И, естественно, никто не хочет, чтобы этого плосчалас. И вообще эта мирь так не принята. И там посаулье че не принята. Что это там Божье. Никуда не хочет твоего успеха. Никуда не хочет твоего успеха. Кроме твоего пастыр. Только твоего пастырис нори то. Аминь. Пастыр такой красивый интересует твоего успеха. Пастырис интересует твоего успеха. От этого зависит количество пожертвований. Это приклаусо. И не гу кекис. Это тоже. Аминь. Аллилуйя. Паукоиму лигис приклаусо на твоего секмеса. Альберт меня больше не пригласит, наверное. Друзья, теперь самое главное. И все. Пагриняний заликас. Вот это выглядит так. Поле для воплощения. Насаждаются Божье сознание. И Божье сознание оно выглядит как текущая энергия. И Дево сознание отродо как теканта энергия. Наблюдая за этим откровение. Стебейдамас эту приищёкиму. Питая из него энергия. Семдамас из него энергия. Буквально смыслей слово. Тесиоги не жоджу прасме. Твоя жизнь начинает направляема быть этой энергией. Твоя жизнь начинает скрыти эту энергию. И он говорит, что камни это не хорошо. И саком, что акменис это не хорошо. Потому что они блокируют эту энергию. Нес акменис блокируют эту энергию. Павел радикально с этим разобрался. Павел радикально с этим разобрался. Он, как я уже сказал, никаких кирпичей. Ориентирует только на явление. Вы знаете, что явление иногда, оно как будто бы даже противоречит какому-то учению. Они говорили. Фарисей говорили. Фарисей говорили. Что это за учение, что он бесов изгоняет? А что изгнание бесов это учение? Они ничего, кроме учения, не знали. Поэтому они все называли учением. Называть явление, духа, учением, это шиза просто. Поэтому явление. То есть, что я решил ничего не знать, кроме явления. И поэтому все мои служения, это сплошное явление. Ничего не знали, кроме мечты, откровения, что тебе отец взял и в твой разум вместил. Вличот неизбежное воплощение. Я тебя спрашиваю. Из-за чего у Павла были чудеса? Что он делал? КОНЕЦ ПОЛЬЮ был в стебуклах. КОНЕЦ ДАРЯ? Ну, хоть одна причина. Из-за чего? Дел ко прежадь? Нас вина ира? Много молился. ДАУК МЕЛДЕСЯ? Можете, ты молился. Гал, и МЕЛДЕСЯ? Можете, он просто из-за того, что он огонь ходил по Азию, и у него чудеса совершали. Гал, дел то, что вы в Азию по Азию, от кое, мы с вами веком стебуклах. Можете, учение правильное было. Гал, теисингас мокимас был. Ну, формула простая. Гал, это не является только это. Гал, это и посеряшки. Понимаете? Понимаете? Вот этот энергетический поток Божий. И та Деву энергия сировая. Он может быть заглушен желаниями. Он может быть столкнутся с твоими кирпичами в голове, когда тебе важнее твоя концепция, чем явление. КОНЕЦ ДАВУ КОНСЕПСИЯ СВАРБЕСНИЯ УЖПАСИРАИШКИМУС. ВИТУТ? ВИТУТ? ВИЩЕ? Аллилуйя. Именно поэтому сократилась человеческая жизнь. Тодел сутрумпия жмогаус гвенимас. Престация. Я вам это уже говорила. Ашкалбейу Юмс. Бог комментирует. Девас комментирует. Горит мысли их злыево всякое время. Юминтис ира пиктос кеквену мету. Дух жизни впринибрижения. И Деводвас ира неекинама ёосе. Вот она забитая кирпичами голова. Тей смеги. И полная отсутствия движения в теле. И формула заканчивается печально. Жизнь сокращена. И гвенимас сутрумпинамас. Как заставить их долго жить. Как приверсти их силгой гвент. Если их голову полностю блокирует мой поток жизни. Именно из-за этого человек пустился во все тяжкие. Что же делать? Ничего не знают кроме того, что в тебя вложено в голову. Ничего не знают только то, что сидит в твою голову. Отсом. Той, что Тево сидит. Отсом. Той, что Тево сидит. Как это выглядит на практике? Как ты отродил практику? Когда тебе уже заложено откровение о твоем успехе, о твоей жизни. Когда тебе идти сэкмей субокима, пито выгвенима. Тево нереет не смешно вложено таки. И питости за этого сок для своей жизни. И маитиньтесь, сультис ищи то сважонес. Откровение имеет большую энергию. Преищимой, она имеет большую энергию. Как гарчичная зернона, имеет энергию вырастить очень сильно. Как гарстичный грудный, она имеет энергию шаукути меди. Потому что если бы нужно было учити. или делать какие-то большие проекты, вещи, тогда успеха только очень умные люди. А он дал секрет для всех простых людей. Получил сознание, откровение. Не забудьте его. Не дай заглушить. И нечем больше не думать. Взбудится все, что пожелаешь. И это происходит. Как и все служители. Не было такое желание пробуждать людей к жизни. Что я только не делал. И что я только не делал. Но все таки что это пробилось. Но что-то как-то ввыкло. Сначала зеленые росточки. Жаль, даигелис. Потом смотрю, больше пошло. Сколько много людей получился. И не просто многим людям в уши что-то заливать. Не только женщин, которые я усискаждают. А производить жизнь в людях. И я думал, как это произошло. И я думал, как это произошло. Никак. И есть одна причина. Ира в один прижастис. Я не оставил эту мечту за 20 лет. И я думал, что это, или это, или ничего. И поэтому, когда пробился росток. Когда я увидел эту мечту, так, кто не болел. Те, которые не сорвут. Незиротили взгляд на эту мечту. Они пришли выручать меня вместе с этим ростком. Они прижали меня вместе с этим ростком. Но я, по-прежнему, жив и животворяш. А я, по-прежнему, жив и животворяш. Какая причина? Что я сделал? Ко я сделал? Ничего не сделал. Промедного. Я не отпустил это своей головой. А я, по-прежнему, жив и жив, жив и жив. Просто жив и жив. Те, по-прежнему, жив и жив. Если ты, по-прежнему, делал, но ничего не помогал. Дарил, но ничего не помогал. Я, как тот, который посадил эту семечку, и выходил, и смотрел, и поливал. Ну, ничего, это все не работает. Потому что написано, что зерно само дает колос. А потом зерно даливается. Само. Просто. Потому что оно вытягивает жизнь из почвы и принесит плот. И сегодня эта почва вот здесь. И сегодня эта дырба, это здесь. Ты понимаешь это? Супранти ты? Куча несбывшихся мечтаний, видений, каких-то проектов. Имеет три причины. Трис прежастис. Другие желания возникли. И векста китые трошкимай. И заботы. И рупешки. Второе. Украдина. Павокта антра прежастис. Украдина, потому что тебя уговорили выплюнуть эту абортирую. И третий прежастис. Не прорасло, потому что голове было все штукодно, кроме этого. Не шауго сейкла, потому что все было не так. Не знаю, что Господи, как это мечта, тут сетим, не сходится сетим. Ну как это все сложное. Как-то, Девя, то сваженец нету правильную жизнь. А можно совместить? Гальма ссудерить. Ну а что б зерну из кирпича. Как сейкла украдут и шплит. Гальма так, нельзя. Можно только одним способом. Гальма вену буду. Все вон, кроме этого. Виска, ишмест, и о таке полик. И тогда все сбудит. Тогда все сивыкс. Получится ли у тебя делать это сразу? Может, ты у тебя уйдет на это какое-то время, как у меня? Если бы у меня кто-то это объяснил в самом начале. Возможно, я бы не делал этих ошибок. Иманом, что я не буду делать так лейдов. Ну а после того, как я убедился, что не работает никакая бегатня. Вообще ничего. Более-менее это стало выглядеть так, как я просто держал. Не знаю, как это будет, но просто держал. В один момент не зависимо от моих действий. Я думаю, ой. И в один момент неприклаусом, на моих действиях. Ой. А я думал, что это? И я думал, что это? Назад, назад. Грижь при то, что с войонем. Грижь, лейки кисточку. Божье сознание, оно хоть маленькое, но оно стоит всей жизнью. Иисус говорит, вот это тайно воплощение. Иисус говорит, что это? Дану знать только тем, кто слушает. Дуать тем, кто слушает. Сакон материализации явления. Материализация принципов, рисунок. Получил что-то от отца. Гавай кащу ищу тебу. Реально, подлижайся в его плоскене. Не такая тема, что отец мне сказал, что там на небесах я у него буду сидеть на 23-м престоле. Читали про 24 старцы. 23-я, это я. Это откровение, ничего не стоит. Тебе должно быть мечта от отца. Тебе нужно быть в своеме из тебу. Явить. Апреикшти. Вот так, за такую мечту. Уж такую своеме. Стоит отказаться от каких-то желаний. Верно отискать киту трошкиму. И избавиться от кирпичей в голове. Ассаскать плиту голову. Вот это есть пощва добра. Ничего не знаю, кроме явления. Некого, герой, дырва, не знаю. Все, что тебе от отца приходит, Рассматривай, как возможность явления. И тогда все будет. И тогда все будет. И все будет. Аминь. Асисток. Вот это ты напишка у меня. Че му прегурдай. Аллилуйя. Смотрите, друзья, что мы сейчас делаем. Я сейчас буду высвобождать помазание на твою сознание. Смотрите, Иисус говорит, что пощва добра есть. Без кирпичей. Бе плит. Незаглушеная. Неоспауста. И в полном отсутствии какого-то хищнического голоса на ухо. И нера тем то мелагио балсо, несканба там лауке. Ты хочешь такую пощу? Нори такими дырвами. Когда я сейчас буду молиться? Каи мельсю вас дабар. Я реально просто скажу, и это отвлекающая из тебя смаковница шубаная просто засохла. Реаляй, я скажу, когда там меди, когда он нуджиут. А ружья наша сильная Богом на разрушение твердинь. Мусу гинклая ира дьевище, греут твердовес. Помазание все это время работало над твоей головой, чтобы очистить ее от всего, что не касается явления. Патепима с дырбом с твоего головой, чтобы обвалить твое на все то, что струкдо посрешкимой. И так же мы разоблачили сейчас вот эти все голоса, которые отвлекают тебя. И сейчас все, что тебе нужно. И теперь все, что ты нужна. Это понес, что ты от Бога получал, что ты хотела. Что ты подлежит в оплащение. Что ты хочешь, что ты проявил. То, что Бог тебе уже давал. Может, это служение. Может, это еще какие-то вещи. Может, это еще какие-то вещи. Какая-то мечта. Какая-то мечта. Именно, которая у тебя с отцом была согласована однажды. Куда ты забыл за нее. Но это не произошло. Я хочу, чтобы это сейчас ясно праступило в твоем сознании. Если бы сейчас отец, если ты теперь... Вот он сейчас спрашивает, что ты хотела. Поклаусе, что ты хотела, чтобы воплотилось. Ко ты хотела, чтобы ты обеспечился. О чем мы говорили с тобой годы назад. О чем мы говорили с тобой годы назад. Что ты оставил мечту какую-то. Какую свадьбу ты поликал. То, что я в тебя насаждал в твоем сознании. Тебя это так радовало. Тебя это так радовало. Ты так радовался, когда узнал от меня. Ты так джаугиси, кису ищу 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 ищу. Апи свою отец. И то, что так никогда ищу 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 ищу. И то, что сейчас нужно поместить свой разум. И начать снова смотреть на это. И начать снова смотреть на это. И еще закрывай свои глазами. И молюсь, это... Ужмер, как ищу ищу ищу. Отец. Тебя. Прямо сейчас... 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 Я в сознании Бога. Тебя, я благодарю Тебе. Прямо сейчас разрушаю по мазаням все твердения. Все неправильные соединения в головном мозге. Которые вводят в неправильное мышление. В неправильное созерцание. Я говорю, сознание полет для воплощения. Божьих замыслов. Очевидного успеха. Ваиме Иисуса. Пасилик дартаме. Патепимас. Патепимас. Я сейчас вижу такое видение. Как будто почва начинает набирать. Тарси дырба прадеда ринкти. Какой-то блеск, как будто маслом пропитана. Такая жирная плодородная земля. Это твоя сознание для воплощения. Все, что ты будешь держать в разуме, воплотиться. Все, что ты будешь держать в своем сознании, воплотиться. Все, что ты будешь держать в своем сознании. Все, что ты будешь держать в своем сознании. Патепимас. Начни сейчас на языках молиться. Пускай сейчас молитва Святого Духа разворачивает телесную жизнь. Читом. 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 Посяц. Пожарим. Поглавим. Пожарим. 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 Сейчас, когда рушится, тверди не в твоей голове. энергия возобновляется энергия жизни она просто наполняет тело сейчас прямо сейчас даже это связано с исцелением твоего тела потому что Божья сознание от тебя что ты здоров что тело славное что тело славное да может петь сейчас на языках вот сейчас важно после того как произошла работа на разуме сейчас важно высвободить этот поток чтобы все освобожденное место в сознании заполнил животворящий дух прополнил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Halleluja 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова